Девочки, что такого смешного? Может, покажете свои работы? Окей, я нарисовала солнце. Дженнифер, зацените мою страшную картину. Ну что ж, неплохо. Но это не было частью задания. Думаете, вы такие креативные? Это мы сейчас проверим. Что это за место? Добро пожаловать в челлендж для художника. Помастерим немного. Что-то не так. Не вкручивается. Жасмин, не поможешь? Но... Ладненько. Это будет легендарно. А? Да что с ним не так? Смотри. Вау. Он был нарисован. Эй, что происходит? Чья это одежда? А я неплохо выгляжу. Вау. Вау. Ага, скажи. Так мило. Смотри сюда. Привет, мои красавчики. Добро пожаловать на челлендж по рисованию. Приветики, как тебе моя новая куртка? Купила по акции. Скидку 50%. Мне кажется, просто супер. Ага, мило. Я поняла. Зацени-ка лучше мою новую куртку. А что скажешь про мой новый чехол для телефона? Блестки, это прошлый век. У меня попает. Ну и ладно. У меня еще новая тетрадь. Я украсила ее стикерами. Сердечки, звездочки и даже мороженое на палочке. Что? Моя тетрадь такая скучная, некрасивая. Нет, так дело не пойдет. Должно же быть что-то, что я могу сделать. Хм, у меня есть маркеры. Стоп. Кажется, у меня появился план. У меня есть маркеры и нож. Обрезаем кончик. И делаем еще пару надрезов, чтобы получилось сердечко. У, смотрите, как миленько. Теперь берем тетрадку. Буду использовать маркер как печать. Не обязательно останавливаться на сердечках. Вот так. Теперь у меня тоже сердечки и звездочки. Видишь, у меня тоже красивая тетрадь без каких-то там стикеров. Ого, поверить не могу, что ты такое сделала. Следующий раунд. Стой, закрой глаза. О, как таинственно. Хе-хе, у меня для Эшли есть сюрприз. О, какая гадость. И пахнет отвратительно. Что это за запах? Прости. Стой, Джастин. Я знаю, что нам делать. Смотри сюда. Начнем рисовать дерево. Добавим пару яблок. Нарисуем зеленые листочки. Не выходите за контур. Выглядит неплохо. Добавим темно-зеленый, чтобы выделить листики и придать текстуру. И, конечно, ствол должен быть коричневый. Вертикальные движения создадут впечатление древесины. Затем раскрасим яблоки красным. Какие сочные. Та-да. Это яблоня. Красиво. Но яблоки не настоящие. Джастин, смотри. Ого. Как это круто. Ммм. Вкуснятина. Попробуй. Почему бы и нет? А можешь нарисовать пиццу? Мэдисон, смотри. Надеюсь, ты любишь леденцы на палочке. Но где же тут настоящий? О, вот он. Мило, не правда ли? Вау, невероятно. Вы готовы начать урок? Сегодня нас ждет много интересного. Мне уже не терпится. Итак, вот первое слово. Запишите его, пожалуйста. Ну же, давайте. Выглядит просто. Вот так, внимательнее. У меня готово. Ну, что вы думаете? Что? Что это такое? Попробуем еще раз. Начнем с буквы «Р». Да, у меня получится. Умница. Так держать. Как вам это? Ох, кажется, профессия учителя не для меня. Минуту. Эта вешалка подала мне идею. Это все изменит. Нарисуем букву «Р» и закрасим. Вот так. Теперь нарисуем красивый цветок. И вот такое лицо. А затем туловище. Выглядит неплохо, но нужно добавить красок. Уроки рисования гораздо круче грамматики. Нужно почаще этим заниматься. Теперь нарисуем капельки дождя. Как думаешь, ты сможешь нарисовать так же? Вау, да, я попробую. Так гораздо легче. Ого, невероятно. Вы это видите? Отлично. Я знал, что у тебя получится. А вот это тебе. Это все, что ты можешь. А? Постой. Ну теперь держись, Джаред. Итак, начнем урок. Прекратите это немедленно. Ой. Вы готовы слушать? Сегодня вам нужно будет нарисовать картинку. О, прикольно. Скукота. Хм, что Мэдисон делает? У меня нет никаких задумок. И вообще в искусстве нет никакого смысла. Ладно, думаю, нужно хоть что-то сделать. Тут такой большой выбор красок. Фу, как это раздражает. Постой, ты уже закончила? О, ну же, думай. Ну, конечно. Мне пригодится цепочка. Я нанес на бумагу белую краску. Кладу на нее несколько цепочек в разных местах под разными углами. А теперь налью краску разных цветов. Вот так, чтобы по краям были разные оттенки. Протаскиваю цепочки через колечко. Цепочки движутся и смешивают краски, создавая неповторимые узоры. Очень впечатляет, верно? Можно начинать аплодировать. О чем это ты? О, да чего круто. Но мой единорог лучше. Вы ведь видите, да? Джаред, твой выбор красок, эмоций. Я знал, что в тебе таится гениальный художник. У тебя тоже неплохо, Мэдисон. Вот ваши оценки. Думаю, это честно. Браво, Джаред, браво. Но ведь это у меня талант. Теперь уже нет. Круто. Спасибо за оценку. Почему так долго? Ну же, быстрее. Я не могу тут ждать весь день. С дороги. О, здесь стенка. Щекотно. Обожаю ходить к зубному. Джаред, тише. А? Что ты сказала? О, хватит. Можно мы будем ходить сюда каждую неделю? Джаред, не надо. О, что это за штука? Такая мягкая и пушистая. Прямо будто тебя обнимает плюшевый мишка. О, да. Я супермодель. Не так быстро, молодой человек. Садись. Больше никаких шалостей, понятно? Давай что-нибудь нарисуем. О, рисовать я люблю. Смотри, милый. Вау. Начнем вот с таких коротких черточек. Мы используем разные цвета. Расположим их по кругу. А теперь добавим черную точку над каждой линией. Возьмем более тонкий маркер и нарисуем линии потоньше. Стало похоже на группу людей. Вот так. Пусть они держатся за руки. Добавим тени с помощью карандаша. Если растереть пальцем, получится еще лучше. Ну, что ты думаешь? Здорово, правда? Вау, здорово. Теперь твоя очередь, дорогой. Простите, что заставил вас ждать. А, вот вы где, заходите. Вы не могли бы дать мне... Не важно. Мне пора. Ну же, дорогая. Постой, пап. Ну, конкурс вот-вот начнется. Нужно, чтобы все было идеально. У тебя столько талантов, милая, но все же, нам нужно идти. Важна каждая минута. Не дави на меня. Пап, стой. О, нет, моя малышка. Все хорошо, папочка здесь. Нет, не хорошо. Мой рисунок испорчен. Погляди на него. Да, выглядит скверно. А как же конкурс? Сколько сейчас времени? Думай, должен быть какой-то выход. О, придумал. Сейчас папа все исправит. Нарисуем картинку двумя маркерами. Получится как зеркальное отражение. Я и не знал, что так могу. Вот, готово. Впечатляет, да? Вау, классно, пап. Давай, скорее. Я уже иду. Я здесь, я здесь. Не могу поверить. Я знал, что ты победишь, милая. Все благодаря моим блестящим талантам. Пора создавать очередной шедевр. Думаю, краски хватит. Теперь нужно размазать. Привет, дорогой. Наконец-то я приняла душ. Нужно высушить голову. Обожаю чувствовать ветер в волосах. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мама, осторожнее. Можно попробовать новый имидж? Эй, ты что? Это моя любимая кепка! Уууу, смотрится шикарно! Нет! Мам, что ты наделала? Как ты могла? Ты понимаешь, что это катастрофа? Так будет лучше! Это все из-за тебя! Что же мне теперь делать? О, милый, прости меня, я не заметила! Не волнуйся, я знаю, что делать! У меня есть идея! Зацени-ка вот это! Наливаем на полотно акриловую краску! Так, чтобы получился круг! Используем разные оттенки! А теперь размажем краску по холсту с помощью фена! Это создаст волнистый узор! Краски перемешаются, эффект будет неповторимым! Мам, это... Это фантастика! Я знаю, дорогой! Но у меня ничего бы не вышло без фена! Ух ты! Такая умная идея! Я тоже вдохновился! Сейчас что-нибудь нарисую! Я верю в тебя! Эй, погоди, мам! Мне это понадобится! О, ну ладно! Думаю, сегодня мои волосы будут не в лучшем виде! Торт должен испечься через несколько минут! Пожалуй, успею убраться! Мам, мам! Смотри, нам надо съездить к морю! Только взгляни на этот золотой песок! Разве не здорово? Мне не помешает отдых! Нужно только проверить кое-что! Хм, денег у нас не густо! А ведь нам нужно купить билеты на самолет! Заказать отель! Нет, ничего не выйдет, Джаред! Ах, это так не честно! Не беда! Я просто представлю, что я на тропическом острове! Прости, золотко! У меня кое-что есть для тебя! Может быть, это поднимет тебе настроение? Погляди-ка! Это ракушка с пляжа! Ммм, она красивая! Но она не заменит мне поездки к морю! Я так надеялась, что сработает! Как же мне быть? Должно быть решение! Минутку! Возможно, пригодится эта алюминиевая фольга! Нанесем на бумагу краску, а затем сделаем вот так! Слегка промагнем фольгой краску! Это смешает оттенки и создаст эффект текстуры! Теперь можно добавить детали! Например, эти ракушки! Совсем как настоящий пляж! Мне кажется, я слышу шум морского прибоя! Джаред, посмотри! Так успокаивает, верно? Вау! Так и хочется позагорать! Отпад, мам! Но это все равно не настоящий отпуск! Постой! Есть еще одна задумка! Здесь нужна надпись «Продается!» А теперь будем ждать! Ага! Доверчивый, в смысле, довольный покупатель! Что это было? Мы что, богаты? Это значит, мы можем! О, боже мой! Это лучший день в моей жизни! Мам, ты лучшая! Подожди меня! Эй! Что там происходит? Ого! Попробуем! Раз, два, три! Вау! И что я должна с этим делать? Ооо! Я просто куплю все необходимое! А? Что это такое? Уж точно не принадлежности для рисования! Что в этих пакетиках? Минуточку! Я поняла! Обрежем уголки пакетиков! Получатся своеобразные носики! И еще один! Начинаем разлив краски! Ооо, да! Вы только посмотрите! А теперь позволим гравитации сделать свою работу! Это очень забавно! Правда? Немного белой краски создаст интересный эффект! Шляп-шляп! Это супер круто! Вы только посмотрите! Готово! Тебе нравится? Это очень необычно, правда? Несомненно! Но смотри сюда! Как у тебя получилась такая текстура? Я снова победила! Она такая красивая! Посмотрим, получится ли у меня впечатлить ее своими талантами! Начнем с синей краски! Но мне понадобятся и другие цвета! Надо полностью закрасить это сердечко розовым! Готово! Увидев эту картину, она все поймет! Интересно, ей понравится? Ты сделал это для меня? Ааа! Убери это отсюда! Ой, нет, такая реакция мне ни к чему! Да, это никуда не годится! Стоп! Что? О нет, у меня все руки в краске! Этот день начался совсем не так, как я думал! Надо бы смыть краску, пока я все вокруг не испачкал! Без мыла тут точно не обойтись! Секундочку! Ого! Смотрите! Пена окрасилась всеми цветами! Пора исправлять ошибки! Берем миску с водой и средства для мытья посуды! И, конечно, добавляем немного краски! Пора смешать все вместе палочка от мороженого! Вот так смесь начинает пениться! Но мне нужно больше пузырьков! Время вдохнуть немного воздуха через трубочку! Ого, смотрите, какие пузыри! Их все больше и больше! Так, пока трубочка! Теперь кладем бумагу на пузырьки! Прямо вот так! Вау, пузырьки переместились на бумагу! Привет, это открытка для тебя! Ты сделал это для меня? Вау, мне нравится! Какая красота! Боже! Проводишь меня на урок? Сработало! Что-то мне скучно! Чем бы таким заняться? Точно, пора порисовать! Начну с этой оранжевой краски! Рисовать это так весело! В творчестве нет места скуки! Надо соблюдать водный баланс! О нет, о чем я думала? У меня все пальцы в краске! Блин, какой кошмар! И что мне теперь делать? Весь стакан тоже в краске! Хм, стойте! Я гений! Так, начнем с чистого стакана и краски на кончике пальца! Этого будет достаточно! Теперь нарисуем волнистую линию в верхней части! Отлично! Добавлю еще! Подкрашу немного маркером под отпечатками краски! Готово! Уи, как мило! Кажется, будто стакан обернут гирляндой! Он определенно красивее, чем был раньше! Поверить не могу, что я такое придумала! Пора добавить еще немного сока! Вот это я понимаю! Порядь нажимать на кнопку, Скай! Окей! А вот и колесо! Посмотрим, что нам выпадет на этот раз! И-и-и! Единорог! Разве это не суперкруто? Ого! Это что-то новенькое! Тебе придется завязать глаза, Алексия! Что ж, раз мне надо завязать глаза, то я хотя бы буду единорогом! Да, мы будем украшать печенье в форме единорогов! Класс! О, снова фартыки! Так, ладно, пора натянуть повязку! Скай, куда ты делась? Ты здесь? А там что такое? Да, это ее печенька! Заберу себе! Пора подкрепиться! Лекси, по-моему, там ничего нет! Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Секундочку! А где мое печенье? Оно пропало! Как пропало? Куда оно делось? Я, конечно, ничего не видела! Да, загадка! Возьму себе новое печенье! Но с Лекси глаз не спущу! Итак, пора начинать украшать печенье! Окей, Лекси! Я помогу тебе начать! Это твой белый крем! Спасибо, Скай! Приступим! Мне кажется, будет непросто! Начну обводить контур печеньки! Вот так! А теперь заполню серединку белым кремом! Так! Кажется, все хорошо! Уверена, выглядит супер! Ого! Думаю, у меня получается просто чудесно! Еще немного, и готово! Вся печенька покрыта кремом! Теперь возьму кисточку и золотую глазурь! Покрою ей нижнюю часть и еще ушки! Отлично! И не забудем про рок! Осталось добавить глазки моему единорогу! Теперь мне понадобится красная глазурь! Ему нужны ноздри в форме сердечек! Как мило! Мне кажется, у меня неплохо получается! Окей, мне нужен этот цвет! А какой этот цвет? Не знаю! Но моему единорогу нужны глаза! И снова поменяю цвет! Нарисую ноздри, чтобы он мог дышать! Это важно! Уверена, получается просто великолепно! Ура! Я закончила! Отыскай! О нет! Это совсем не то, чего я ожидала! Но у меня глаза были завязаны! Что есть, то есть! Так и хочется поцеловать его в носик! Он такой милашка! И ты права! Даешь поцелуйчики! Зато у меня есть свой рог! Одна, мои дорогие подданные! Сейчас вы потеряете дар речи! Посмотрите на эти королевские драгоценности! Как они свертают! А теперь нарисуйте их! Пара пустяков! Корону даже обезьяна нарисовать может! Ах, да неужели! Я покажу ей разницу между талантом и обезьяной! Все дело в мелких деталях! Переходим к самоцветам! Алый рубин почти готов! Но не помешает больше реализма! Хорошо, что у меня есть эта штучка! Отлично! Но стоит добавить блеска! Блеска золота, разумеется! План должен сработать! Ну что, пора? Ты первая! Ладно! Ну как вам? Прекрасная корона! Ты ее заслужила! Как вы это сделали? Невероятно! А теперь твой рисунок, Эшли! Вот моя корона! А я ожидала чего-то большего! Но каждому по заслугам! Ах, не уверена, что мне это нравится! Следующий раунд! Я тебя размажу! Оу! Полегче! Ладно! Но я воспринимаю искусство серьезно! Покрутим колесо. Какие прогнозы? О, интересно. Прошу вас, я думала у нас челлендж. Понятия не имею, что я делаю. Куда делась ваша уверенность? Пора начинать. Посмотрим, что будет делать Луна. Снова жулинчайте. Я просто заметила пыль. Видишь? Продолжай. Пыль, ага. Начнем с буквы У. Теперь дорисуем пальцы. Еще один. И остальная часть руки. И, наконец, сердечко. Готово. Довольно точно. Что скажете? Кажется, неплохо. Вот что и сделала я. Думаю, этот раунд за мной. Да, вполне заслуженно. За это полагался приз? Луна, позволишь? Как романтично. Но, но, я так одинока. Окей, теперь я нажму на кнопку. Интересно, что выпадет на этот раз? О, дерево. Я этого совсем не ожидала. Стоп. Я снова рисую без рук. Посмотрим, что магия принесет нам для этого челленджа. Кажется, это баночка чернил и трубочка. Что ж, пора начинать. Покажите, на что способны локоточки. Отлично. Теперь откроем баночку чернил. Да. Так, хорошо, что трубочки предназначены для рта. Супер. Думаю, теперь можно набрать в нее чернила. Получается. И что я должна делать с этой трубочкой? О нет, она пьет чернила. Стой, это не газировка. Эм, что? Ох, я думала, ты собралась это пить. Я только так и могу рисовать. Нужно дуть на чернила в нужном мне направлении. Ого, как здорово получается. Поверить не могу, что ты это делаешь, держа трубочку во рту. Почему у меня не получается? Может, надо дуть в трубочку еще сильнее? Ну же, ну же, дурацкие чернила. Стоп, что у меня на лице? Ого, я забрызгалась чернилами. Чего она там ноет? О, ну и беспорядок она устроила. Стоп. Стоп? Почему? Смотри, у меня есть розовая краска. Выдавлю полоску этой краски и добавлю еще один оттенок. Так, полоски краски готовы. Теперь мне нужна ватная палочка. А тыкаю ей в розовую краску. Смотри, тыкаю снова только по твоим черным чернельным веткам. Видишь? Похоже на цветы. Словно раскрытые бутончики весной. Смотри, как классно получается. Разве не красота? Ого, ты правда помогла мне сделать дерево еще более необычным. Я так рада, что мы сделали это вместе. Я тоже. Так мило. Ну что, вы готовы к следующему раунду? Оу, у нас тут лесенка. Будет интересно. Берем это. Кейт, нельзя пользоваться линейкой? Без проблем. О, черт. Что может напоминать лестницу? Интересно, а что рисует Кейт? Ха, смешно. Я точно могу лучше. Здесь все дело в углах. И аккуратно расположенных линиях, конечно. Маркеры на стол, леди. Ну как вам? Оу. Ну и ладно. А мое? А ты точно закончила? Вы правы. Нужно согнуть рисунок пополам. Прогладить складку. И таким образом получается трехмерный рисунок. Да? Вау. Давайте проверим их на прочность. А? Ох, слабовато для этого парня. Наверное, больно. Посмотрим, выдержит ли твоя. Эй, у него получилось. Молодец, Эва. Обожаю рисовать. Это так расслабляет. А еще у меня лучшая модель. Ты так добр. Эй, сосредоточьтесь. Выберите цифру. Закончу это позже. Мы готовы. Тогда прошу. Думаю, эм, это сложно. Что скажешь? Я знаю, что делать. Давай бросим кубик. Цифра пять. Окей, попробуем. Пять. Ммм, интересный выбор. О, дикая природа. Это непросто. Ох, обожаю. Мне нужны особые фломастеры. Откуда они взялись? Это же жульничество. У меня только этот скучный карандаш. Еще и тупой. Хорошо, что у меня есть эта огромная смешная точилка. Кажется, я увлекся. Это не годится. Что же мне теперь делать? Оу, может украсть у нее? В смысле, одолжить маркер. А еще я могу использовать эти ножницы. Обведем их маркером. Затем переместим немного выше. И обведем верхнюю часть ручек. Теперь перевернем ножницы. Думаю, достаточно. И займемся деталями. Начну с глаз. Затем нос и рот. Так, теперь можно добавить гриву. Какой классный способ рисования. Раскрашу голову. Начну с ушек. Затем пасть. Нос сделаю розовым. Думаю, я почти закончил. Чуть не забыл про язык. Готово! Король джунглей. Весьма круто. Да, неплохо. А вот мой рисунок. Молодцы. Какой сложный выбор. У вас ничья. Справедливо. Ставьте лайки. И подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Акэшли, ты готова? Можно я первая? Пожалуйста. Конечно, давай. Спасибо. Это так волнительно. Это зайка. Видишь? Ты серьезно? Это кот. Нет. Не может быть. Это зайка. Хватит. Какой ты злой. Я просто следую правилам. Хочешь играть по жесткому? Ну, давай. Начнем. Я готовилась к этому всю свою жизнь. Нападай. И мой нос. Нужно что-то делать. Но вся. Я сдаюсь. О, дай сюда. Смотри. Нарисую несколько С-образных линий. Затем соединю их. Это будет так мило. И не забудем две улыбающихся мордочки. Это зайка и котик. Надо добавить немного цвета. Они такие счастливые. Это так легко нарисовать. Я почти закончила. Джастин, посмотри. Они обнимаются. О, это кот. Потрясающе. О, очаровательно. Во время следующего челленджа. Пожалуйста, выберите цифру. Разыграем. Я победила. Цифра один. Посмотрим, что под цифрой один. Какое красивое платье. О, мне нравится. У меня получится. Но мне нужны все эти карандаши. Какая крутая идея. Мне бы зарабатывать дизайном платьев. Может, успокоишься? О, да. Удачи с этим. Хм, не думаю, что это подойдет. Это последний писк моды. Ну да, конечно. Кажется, этот раунд я проиграл. О, стол. О, какой грязный. Думаешь, мне влетит? Надо скорее все отмыть. Не оттирается. Три сильнее. О, минуточку. Все исчезло. Как новенький. Дай сюда. У меня есть идея. Положу трафарет на рисунок. И прихлопывающими движениями начну наносить краску. Постепенно опускаясь, я буду менять цвета. Похоже на радугу. Будет просто супер. Почти закончила. Теперь уберем трафарет. Я вполне довольна результатом. Надо сделать маникюр. О, стойте. Вы закончили? Думаю, вам понравится. Я... Я потерял свой рисунок. Этот раунд выигрывает Джасмин. Очевидно. Молодец. Я бы такое надел. Девочки, ты такая смешная. Обратите на меня внимание. Так-то лучше. Давайте продолжать. Что означает буква Е? Ель? Знаю. Стоп. О, эй. Ты не могла бы? Прости. Черт. Что начинается с Е? Надо подумать. А, а че? Ты в порядке? Похоже, у нее аллергия. А что если... Минуточку. Знаю. Будет очень круто. Когда она перестанет так делать? Это просто сводит с ума. Эй. Я не могу пошевелиться. Кто это сделал? Фух. Наконец-то можно сосредоточиться. Рисуем букву Е. Но сделаем ее интереснее. Ну как вам? Лучше? Получается 3D-эффект. Готово. Я совсем забыла про Эву. Похоже, я немного увлеклась. Вот так. Ну, наконец-то. Я не специально. Надо приступать к работе. О, у меня совсем не осталось времени. Какой кошмар. Кейт. Почему бы тебе не отдать рисунок Эви? Давай мириться. Бери. Ну, хорошо. Я это заслужила. Ну ладно. Эй, Кейт. Давай разделим. И кто победил? Вы такие молодцы, девочки. О, как здорово. Куда она делась? Что ж, кажется, можно расслабиться. Моя любимая газировка. Класс. Скорее бы попробовать. Ммм, вкусненько. Эй, что вы делаете? Выбирайте число. Простите. Ну же, у нас мало времени. Пусть будет 3. Отличный выбор. О, снежинка. Что, это на время? Нам лучше начать. Должно быть весело. Начну с базовой фигуры. Затем добавлю детали. Так, теперь следующее. Рисуем такую же базовую фигуру, но добавляем зигзаги в центре. Выглядит неплохо. Так, что дальше? На этот раз добавлю еще немного деталей. Говорят, нет двух одинаковых снежинок. Я довольна своими рисунками. Интересно, как дела участины? Тш, я пытаюсь осредоточиться. Время почти вышло. Погодите. Готово. Упс, я случайно. Простите. Она разлилась по всему столу. Нет, мой рисунок испорчен. Мне так жаль. Надо быть аккуратнее. Эй, смотри. Что-то происходит. Попробую это сдуть. Воу. Что? Что происходит? Джастин? Где ты? Как холодно. И не говори, приятель. Ну, где я? Понятия не имею. Я тут уже давно застрял. Я же прослушаюсь. Можно одолжить. Минуточку. Снежный человек. А, человек. Ты никогда не поверишь, что только что случилось. Я больше никогда туда не выйду. Спасибо. Как холодно. Что ж, будешь знать. Я лица не чувствую. Надо быстро подкрасить губы. Хм, где же она? Так-то лучше. А, я как раз ее искала. Спасибо, Энни. А, что ты делаешь? Нет, не надо. Мне нравится этот оттенок. Это мое. Заруби себе на носу. Надо же, какая обидчивая. Да как ты смеешь? Прекрати, Эва. Я серьезно. Это начинает раздражать. Хватит. Смотри. Как красиво. Я тоже так могу. Как тебе такое? Ах так. Вот тебе. Мне она идет больше, чем тебе. Ты похожа на клоуна. Очень страшного клоуна. Стоп. С меня хватит. Ха. Она моя. И только моя. Хорошая попытка, Энни. Ой-ой. Кажется, это и правда была не моя помада. Как неловко. Надо извиниться перед Энни. Подождите. У меня есть идея. Мне понадобится 3D-ручка. Сделаем с помощью нее петлю вокруг тюбика помады. Продолжаем наматывать петельки. Слой за слоем. Вот так. Постепенно двигаясь к краю тюбика. Затем, дойдя до конца, начинаем закрашивать донышко. Нужно полностью его покрыть. Прекрасно. Нарисуем букву А с помощью 3D-ручки. И приклеим ее к тюбику. Вот и все. Готово. О, а вот Энни. Эм, Энни, это для тебя... А? Что это? Это моя помада. Вау, как круто. Спасибо, Эва. Мне так жаль. Смотри, что я нашла. Не может быть, они одинаковые. Крутить колесо. Я буду крутить. Я же гость. Это была моя идея. Отпусти, иначе... Хватит. Ты его сломаешь. О, вы только посмотрите. Кажется, мы будем рисовать розу. Что это такое? Дамы. Красивая роза для двух прелестных цветочков. Как нелепо. Я хочу наслаждаться вашей красотой. Гра. Вы мне нравитесь. Да начнется челлендж. Наконец-то. О, боже. Держите себя в руках. Мне будет сложно сосредоточиться. Я словно смотрю на произведения искусства. Мне все время это говорят. Какие великолепные усы. Серьезно? Эй, ау-у-у. Не забывайте, что это конкурс. О, да. Ты права. Это не очень-то похоже на розу. Хотя... Я знаю, что делать. Добавлю пару треугольников сердечки. Они похожи на лепестки. Теперь дорисую остальные части розы. Выглядит отлично. Осталось нарисовать листья. И не забудем про стебель. Я закончила. Вышло неплохо. Класс. А вот мой рисунок. Минималистично. Что скажете? Вам нравится? Красота. Вы победили. Да, я знала. Какой приз? Вы? Я буду ее беречь. Пахнет восхитительно. Всем было ясно, что он выберет вас. Ты просто завидуешь. Ну, поехали? Погоди. Ты первая, конечно. Стой. Давай вместе. Посмотрим, что нам попадется на колесе. Смеющийся смайлик. Серьезно? Да. Мне можно использовать одну руку. А тебе ноль. Посмотрим, что принесет нам магия. Стойте. Бутылки для соуса? Знаешь что, Скай? Для этого челленджа нам понадобятся фартуки. Отлично. Теперь мы готовы. Может, я заставлю колесо поменять выбор? Давай. Давай, давай. Пожалуйста. Ура. Получилось. Поверить не могу. Теперь мне надо нарисовать мороженое. Такой круг сойдет. Пора заняться глазами. Думаю, брови тоже нужны. Так, наверное, этого хватит. Берем голубой. Нарисуем слезы и закрасим их голубым цветом. Вроде неплохо получается. Наливаем тесто. Все идет по плану. Теперь красный. Тихонечко нажимаем. Надо выдавить его прямо вдоль голубого. Неплохо, учитывая обстоятельства. Итак, берем желтый. Какой же смайлик без желтого цвета? Зальем все пространство тестом этого цвета. Нужно убедиться, что все маленькие участки покрыты цветом. Еще чуть-чуть и готово. Пора переворачивать. Ничего себе. Смотрите, как здорово получается. О нет, у меня нос чешется. Это плохо. О нет, крышка отлетела. Ах, все испорчено. Да, неудачно получилось, Скай. Мне жаль. Забей, все нормально. Думаю, я закончила. Может, я немного помогу тебе лопаточкой? Подвинем это вот сюда. Хуже ведь все равно не будет. Вот видишь, так лучше, правда? Определенно. Ага, что ж, спасибо. Кажется, она все равно недовольна. Эй, посмотри, как получилось у меня. Мило, правда? Космин, у меня для тебя кое-что есть. Надеюсь, тебе нравится. Пахнут потрясающе. О, спасибо. Это так мило. Ты их заслужила. Они просто великолепны. Эй, Ромео и Джульетта, прекратите. Вам все еще надо выбрать цифру. Пять. Один. Пять плюс один равно шести. Шесть, пожалуйста. Хорошо, цифра шесть. О, хороший выбор. Кажется, у нас кончилось время. Пока. В каком смысле? Эй, мы вернулись в наш класс. Тише. Никаких разговоров на уроке. Что ж, классно повеселились. Итак, посмотрим, что будет, если я покрашу эту кисточку кисточкой. Нарисую полоски разных цветов на щетине. Похоже на радугу. Хорошая работа, Крис. А у меня? Видите нарисованный? Не этот. Эти два можно убрать. Зеленый тоже ни к чему. И это не фиолетовый фломастер. Я вас обманула. Рисунок все это время был у вас перед глазами. О, как здорово придумала Луна. Это навело меня на одну мысль. Мисс, посмотрите. О, ну вот опять. Где это мы? Устроим челлендж по рисованию. Серьезно? Это не наш кабинет. Хм, наверное, будет весело. Как же этот клубок запутался. Ого, бабушка, смотри. О, нет. Мой клубок. Какой кошмар. Нет, 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 нет. Мой рисунок, он испарчен. Бабушка, смотри, что сделал твой клубок. Стоп, клубок. Клубок, ну конечно. Он все равно уже в краске. Попробуем. Так, холст с черной краски. Теперь берем пряжу в золотой краске. Разложу ее по холсту. И добавлю еще немного сюда. Вот так. Покрываем весь холст. Приклеиваем неокрашенные концы пряжи скотчем. Готовы. Теперь тянем холст вверх. Вот так. Пряжа легко соскальзывает. Ты создал удивительное произведение искусства. Ты бабушкин художник. Это моя лучшая картина. Беспроводные наушники. Это круто. Но футляр у них такой скучный. Не беда. 3D-ручка поможет сделать его намного веселее. Сперва нанесем вертикальные полосы. Вот так. По всей поверхности футляра. Стараясь, чтобы линии были близко друг к другу. Не забудем обогнуть застежку. Наносим полосы и на нижнюю поверхность, обогнув отверстие для зарядки. Теперь нарисуем круг на крышке, используя другой цвет. Приклеим к верху футляра вот такие треугольники. И добавим цветочки. И, наконец, нарисуем ресницы. Вуаля. Стильный футляр в виде единорожки. Эй, погляди. Да чего мило. Я знаю. Мой футляр такой невзрачный. Вау. Ла-ла-лам. О, работа не из легких. Не могу поверить. Это удивительное открытие. Вот так, осторожно. Прекрасный образец древнеримской керамики. Я стану знаменит. Хм, надо положить артефакт в безопасное место. О, эта полка как раз подойдет. Какая красота. Время уборки. Кругом столько пыли. А? Что здесь делает эта чашка? Она такая старая и грязная. Но я знаю, как это исправить. Кладем чашку вверх дном. Берем лист алюминиевой фольги и сворачиваем из него шарик. Наносим на шарик немного клея. И прикрепляем его к дну чашки. Добавим еще три шарика. Вот так. Теперь сделаем еще форму из фольги и прилепим их по сторонам чашки. Приклеим длинный кусок фольги с другой стороны. Затем покроем фольгу разноцветным клеем. Надо закрасить все равномерно. Покроем клеем всю поверхность чашки. Начнем с краев и дадим клею стечь внутрь чашки. Когда клей застынет, должно выйти вот так. Не забудем дорисовать улыбчивую мордочку. Вот так гораздо лучше. Эй, ты не видела мой артефакт? Такая маленькая чашка, очень старая. О, я над ней поработала. Вот. Это что, шутка? Дело всей моей жизни. Коту под хвост. Тебе не нравится? Моё лучшее творение. Привет. Мне нравится, как ты тут все оформил. Оу, у меня есть кое-что особенное для тебя. Оу, ручка? Это не просто ручка. Эм, у меня уже есть такая штука. Эх, окей. А как насчет этого? Выглядит как помада. Но смотри. Ха, впечатляет, да? У меня такая давно есть. Ладно, сложный покупатель. Что ж, подумаем. Оу, есть идея. А побыстрее нельзя. Они показывают все. Серьезно? Погляди на них. Они же сломаны. Что мне делать? Ага, придумал. Кладем сломанные очки на ровную поверхность. Делаем 3D-ручкой сцепку на переносице очков. Продолжаем наносить пластик на оправу. Не забудем сделать то же по самому верху. Теперь прикрепим дужку. И снова применим 3D-ручку. Вот так. Покроем всю поверхность. Готово. Очки как новые. Эхэм. Я их починил. Очень стильно, не правда ли? А вот сейчас примерим. Ну, что скажешь? Эх, можешь оставить себе. Ну, о, я понял. Как наиграть с этой штукой? А попробуйте нарисовать это. Я обожаю попытки. Хорошо. Джен выбрала красочный путь. Но у меня есть более оригинальная идея. Возьмем-ка расческу. Сначала наклеиваем скотч. Затем добавляем краску. Вот так. И делаем классный узор с помощью расчески. Так цвета выглядят еще гармоничнее. Гораздо круче, чем маски кистью. Осталось отлепить скотч. И вуаля, ровные края. Вот видите? Ух ты, отлично сработало. Моя расческа. Что ты с ней сделала? Это мое. Извини. Никакого уважения. Помиримся. Хочешь конфет? Не думаю. Секундочку. Ладно, давай их сюда. Должно выйти интересно. Фиолетовая моя любимая. Ты будешь на верхушке. Теперь совсем другое дело. И очень похоже на попытки. Здорово. Итак, что у вас получилось? Вот моя картинка. Очень занятно. Но Дженнифер. Настоящий шедевр. Итак, победителю достается. Воу. Я не знала, что бывает дождь. Из попыток. А я покручу колесо. Нет, сейчас моя очередь. О, ну ладно. Решим этой битвы на пальчиках. Давай. Это может надолго затянуться. Стоп. А может покрутим его вместе? Хорошая идея. Здорово. Это будет грандиозно. Стоп. Где это мы? Нам, наверное, пора. Вау. Моя первая татуировка. Вижу, тебе не терпится. Приступим. Ты с ума сошла? Это будет чума. Щекотно. Ого. Вы только посмотрите. Одна из моих лучших работ. Это что-то новенькое. Мне нравится. Убери это от меня. Мамочка. Спасите. Твоя очередь. Твоя очередь, чувак. Ни за что. Тогда возьмем эту распечатку. Вырежем бабочку из бумаги. Положим ее картинкой вниз на запястье. Намочим лосьоном после бритья. Теперь прижмем бабочку к коже. Безболезненное тату. А мне идет. Вау. Знаю. Чувствую себя таким красивым. У вас есть идея настоящего шедевра, но вы не знаете, как воплотить ее в жизнь? Без паники. Вот набор лайфхаков, которые помогут вам настроиться на креатив. Итак, вы готовы? Тогда начинаем творить. Дэвид такой крутой. Очень надеюсь, что ему понравится. Но была не была. Как дела, Дэвид? Мила. Что она мне написала? Да, у меня есть, что на это ответить. Как бьется сердце. Посмотрим. Мои учебники. Прости, давай я тебе помогу. Такая мягкая. Ага. Вау. Мои учебники? О, конечно. Ну. Да. Спасибо. Кажется, я влюбился. Постой. Еще раз взгляну. Да. Этот парень реально супер. Ааа. Оу. Вот что я нарисую. Прекрасная идея напомнить любимому человеку о том, как вы впервые встретились. Самое трудное позади. Неплохо. Ух ты. Я помню. Так мило. Люблю тебя. Подготовка к созданию шедевра – важная часть творчества. Ну да, придется слегка испачкаться. Ну хорошо, превратим задумку в реальность. Первый мазок всегда самый лучший. Добавим вот здесь немного голубого. Уже начинает получаться. Или нет? Это ужасно. Не пойдет. Хорошо, что у меня много бумаги. О, классно. Этот еще хуже, чем первый. Ааа. Ну же, давай соберись. Да ты издеваешься. Почему я не могу нарисовать дурацкий цветок? Ладно. Успокойся. Глубокий вдох. У меня получится. У меня есть талант. Приступим. Вот так. Вот так. Апчки! А? Как это не кстати? Ну, а постойте-ка. Какая интересная форма. С этим можно работать. Используя кисть разными способами, можно создавать уникальные дизайны. В моем случае, лепестков. Теперь, когда лепестки готовы, добавим зеленого для листьев и стебельков. Видите, как здорово получается. Осторожные мазки дадут нужный эффект. Можно даже соединить эти два. Так легко заполнить пустые места. Я знал, что смогу это сделать. Вау! Ты сам нарисовал все это. Можешь взять себе они. У меня есть и другие затумки. И в этот раз я использую совсем другой подход. Но не переживайте, тема рисунка осталась прежней. Зацените, как эти мазки добавляют листикам реализма. Это займет время, но результат того стоит. Можно даже добавить траву. Видите? А вот следующий этап более сложный. Использую объемные краски. Чтобы создать текстуры. С помощью воздушного шарика. Да чего же это приятно. Теперь используем его как штамп. И получаем вот такие неповторимые цветы. Не забудем вот про этот. Круто, верно? Потрясающе! Что ты думаешь? А, Дэвид! Как ты вообще сделал такое? Мой секретный ингредиент. А, картинка и впрямь радует. Заслуживает того, чтобы поместить ее в рамку. И зачем останавливаться на этом? Просто нужно немного вдохновения. Угу. Ну да. Что ты сказала? О, Сьюзан. Не могу поверить. О, я не знаю. Эм, извини. Моя бумага. О, прости. Упс. Смотри, что ты наделала. Все испортила. Эй, хочешь кое-что покажу? Ты слышала о случайных шедеврах? Вот один из них. Вау. Можно я? Да. Они могут быть разных размеров. Изумительно. Поехали. Как думаешь, сколько здесь уместится? Столько, сколько захочешь. Это просто отпад. Можно использовать что угодно. Главное, чтобы форма была круглой. По-твоему, уже достаточно? Выглядит реально здорово, правда? Дай пять. Мой маленький художник. Ладно, вот это место подойдет. Да? Деревья, природа, все, что нужно. Зажигаем? Поехали. Не знаю. Что? Эй, хватит подсматривать. Подумаешь. Ладно. Тогда пойду вот сюда. Что бы мне нарисовать? Ну, конечно. Он такой милашка. Надеюсь, Дэвид его не видел. Я его первый заметила. Ну да. Пусть победит сильнейший. Из нескольких кружочков выйдет что угодно. Просто нужно знание, где добавлять линии. Неплохо, да? Но мы еще не добавляли красок. Желтый цвет такой радостный. Он идеален для этой веселой птички. А что если добавить зеленого? Такой спокойный оттенок. Не забудем про голубой. Настоящая услада для глаз. Лучше всегда сначала обозначать края. Это отлично выделяет рисунок. Почти готово. Еще парочку финальных штрихов. Вот как это делается. Настоящий шедевр искусства. Вы согласны? Да, я вполне доволен собой. Что это такое? Я решила, рука помощи не помешает. Оказывается, это все, что нужно. Ну и еще несколько точек и линий в нужных местах. Вы уже можете различить голову птицы. Не волнуйтесь, сейчас все увидите. Эти веточки нам помогут. А вот и милые лапки птички. Добавим зелени. По-моему, очень красиво. Теперь вам видно птичку? Я такая умная. Что ж, если ты и впрямь хочешь это видеть. По-моему, неплохо. Думаю, они оба очень хороши. Может, спросим учителя? Серьезно? Надеюсь, он в порядке. Кажется, он просто крепко спит. Эй! О-о-о! Вы готовы, а? О-о-о! Отличная работа! Теперь дайте мне еще пять минут. Без проблем. Мне нужно что-то, что привлечет внимание. И я знаю, что тут поможет. Взаимодополняющие оттенки. Но чего-то все равно не хватает. Чего именно? О! Этот мяч такой скучный! Вау! Просто взрыв мозга! Мам! Не сейчас. Ладно. У тебя осталось еще много красок. А значит, с ними можно поиграть. Спасибо. Я просто не знаю, что делать. Хорошо, попробую немного... Эй! Куда делась моя палитра? Дэвид? Это ты? Извини. Смотри, что я сделал. Я назвал это «Вода в пруду». Ага. О, есть идея. Хочешь покрасить лицо? Попробуй вот так. Вау! Еще! Здорово, правда? Не то слово. Да? Что если и палец использовать? Отлично! Ха! Нашествие синих точек! А теперь мой любимый цвет. А-ха! Вот так! Смотри, мам! Разве это не потрясающе? Но я знаю еще один трюк. Симметрия. Это так красиво! Докажем это, создав красоту своими руками. Это шикарная бабочка! Эта линия оживит весь рисунок. А теперь нарисуем крылья. И с другой стороны. Готово! Только полюбуйтесь этой красотой. И это только начало, милый. Эй, что это? Как это вообще сюда попало? Смотри! Какой красивый олень! Дженнифер, ты только посмотри! Это что-то! Верно? Он еще стоит? Тогда за работу, а? Надо начать с правильных линий. Какие причудливые углы! Ох, бесполезно. Мне нужно что-то посерьезнее. Бинго! Теперь я смогу идеально все измерить. Сейчас вернусь. Куда это ты? Эх, ну и ладно. Пора подобраться чуточку ближе. Ага, очень хорошо. Интересно. Теперь я знаю, что делать. Вернемся к планшету для рисования. Нужно всегда начинать с черной краски. Ох, уже закончилось? Ох, это возмутительно. Ох, Дженнифер, ты испортила мою картину. Это последнее, что меня сейчас волнует. Только посмотри, что ты наделала. Ох, кажется, придется начать сначала. Или использовать эту технику в свою пользу. Думаете, так слишком темно? Это ненадолго. Промакните рисунок губкой с краской. Теперь поднимем этот слой. И поработаем над пространством выше. Два цвета всегда лучше одного. Круто, правда? Время тяжелой артиллерии. Смахните краску вверх с помощью кисти. Получится классный эффект. Видите? Почти готово. По деревьям тоже пройдитесь кистью. Даже зубная щетка способна на волшебство. Достаточно провести по щетине пару раз. Круто! Теперь отклеим верхний слой. У нас получился ночной лесной пейзаж. Разве это не волшебно? Зацени мой. Как ты это сделала? Что ж, в этом раунде победитель очевиден. Молодец, Венди. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Да, люблю пускать пузыри. Что? Почему пузыри не получаются? Нет! Я просто хочу надувать мыльные пузыри. Почему это случилось? Фея, к вашим услугам. Я не могу пускать пузыри. Понимаю. Да уж, задачка та. Еще надо как-то решить эту проблему. Забудем о палочке. У меня есть 3D-ручка. Она намного лучше. Ладно, у меня тут есть шаблон, как пользоваться моей 3D-ручкой. Я начну с этого зеленого цвета, чтобы сделать ручку для палочки. Вот так. А теперь перейдем к желтому цвету, чтобы сделать звезду. Дальше идет красный цвет для кругов. Совсем нетрудно. Вот и все. Наша волшебная палочка готова к использованию. Ну вот, это новая палочка для мыльных пузырей, и она специально для тебя. О, она такая красивая. Смотри, какие пузыри. Да, пузыри такие красивые. Ладно, что ж, думаю, мне уже пора. Пока. Ну ладно, вы готовы пожениться? Более чем готова. Я тоже. Ну ладно, раз так. Пожалуйста, возьмите друг друга за руки и не отпускайте. Да, именно так очень мило. Ой, а где же кольца? Точно, кольцо. Я знаю, что оно у меня где-то тут, в кармане. Оно тут, прямо здесь. Просто не могу дождаться, чтобы его увидеть, Алекс. Ммм, боюсь, что эта коробочка с кольцом совсем пустая. Что? Где кольцо? Где же оно? Свадьба без кольца? А я думала, ты меня любишь. Конечно, люблю. И очень сильно. Кажется, я знаю, где оно. Пойду и принесу его. О боже, это какой-то кошмар. Куда же делать кольцо? Нужно что-то найти и быстро. Эх, это ни за что не сработает. Нет! Может быть, здесь есть что-то еще? О, это же мой клеевой пистолет. Это сработает. Ладно, у меня есть основа для кольца, но в ней не хватает драгоценного камня. Горячий клей спешит на помощь. Просто нужно нанести маленький золотистый шарик прямо вот сюда, а теперь блестки. Фиолетовый отлично подойдет, потому что это ее любимый цвет. Как раз то, что нужно. Оно такое блестящее и искрящиеся. Ладно, полезай в коробочку. Нужно закончить церемонию. Хорошо, что у меня был с собой клеевой пистолет. Чуть не накрыло. Я вернулся, я вернулся на нашу свадьбу. Я сделал это, я здесь. Итак, вот недостающее кольцо, как я и обещал. Микки, так ты выйдешь за меня замуж? Да, конечно, я согласна. О, боже мой, оно фиолетовое, мой любимый цвет. Люблю свадьбы, а кольцо и правда очень красивое. О, Микки, я так рад, что тебе нравится это кольцо. А теперь, Микки, нам нужно кольцо для Алекса. Кольцо? Кольцо для Алекса? Ну да, кажется, оно лежало где-то здесь. Ха-ха, мы действительно созданы друг для друга. Да, я всего на минутку. И вот она уходит. Вероятно, это займет время. Может, поиграем в камень-ножницы-бумага? Отлично, пора немножко поиграть. У-ху, лузер! А ну не лезь ко мне! Папа такой странный, он всегда кричит на свой компьютер. Да, вот так, умри! Хм, я хочу что-нибудь погрызть. О, а как насчет этого? Ну давай, вали его! Что еще можно погрызть? О, кошачье ухо! Я уже почти победил этого парня. Нужно просто продолжать в том же духе. Хм, а что еще? О, а как насчет моей руки? Ай! Да, получи, я победил! А теперь нужно закрепить эту победу. Да, пора надеть очки виртуальной реальности. Знаете, что у меня есть? Гигантский наушник! Надо срочно его погрызть! Ня-ня-ня-ня-ня-ня! О, боже! Смотрите, вон там! Это же настоящие папины наушники! Наверняка их тоже можно прекрасно погрызть! Они такие прикольные! Я просто незаметно их возьму вот так. Хе-хе, теперь у меня есть наушники, настоящие, не то что те огромные! У-у-у! Я полностью всех разгромил! Я лучший! Так, а где мои наушники? Кажется, я оставил их прямо здесь. Секундочку. Микки! О, нет, он заметил! Лучше грызть быстрее! Микки, что я тебе об этом говорил? Отдавай! Сейчас же! Я не шучу! Фух, не могу поверить, что ей все еще нравится постоянно что-то грызть. Это что, зуб? О, нет! Папа, что случилось? Ой, наушники. Я их поймала. Папа? Хе-хе-хе, это было забавно. Эй, это же мой зуб! Нужно вставить его обратно. Вот так. Мой зуб снова у меня во рту, где ему и полагается быть. Это слишком сложно грызть. С этим нужно что-то сделать. Я сделаю чехол красивее с помощью моей 3D-ручь. Мне нравится этот зеленый цвет. Воспользуюсь-ка я им и нанесу его поверх белого. Ура! Больше никаких отверстий от зубов на корпусе наушников. Нужно идти до конца и сделать корпус еще более зеленым. О, похоже на монстра. Подождите. Ну точно. Добавим еще немного цветов. Вот так. Ура! По-моему, они выглядят довольно привлекательно. Так мило. Я в этом лучшая. Это мой самый любимый. Он такой милый. Папа! Папа! Смотри, что я сделала. Проснись и посмотри. Микки, милая, нет. Папа пытается уснуть. Что это? Видишь? Смотри, что я сделала с корпусом для наушников. О, ничего себе. Это очень здорово. И смотри, этот корпус такого же цвета, что и моя одежда. Мы прекрасно сочетаемся. Он самый лучший. И он отлично держит наушники. О, Микки, большое тебе спасибо. Я поставлю их прямо вот сюда. Теперь они будут присматривать за мной, пока я играю. Что думаешь? Да, они помогут тебе победить. Обязательно. А теперь вернемся к игре. Умри! А у меня есть еще два контейнера. Теперь я могу с ними играть. Я красный, а я желтый. Хм, посмотрим. Микки, выходи сюда, к моему столу. Да-да, подойди прямо сюда, пожалуйста. И поторопись. Сейчас я хочу, чтобы ты прочитала, что написано на доске. Хм, но на доске ничего такого нет. Там ничего не написано. А? О, нет, надпись упала на пол. Давай я просто подниму ее и приложу обратно к доске с помощью магнита. О, она снова отвалилась. Ну что это за магнит? В любом случае, пришло время экзамена. Ты готова пройти тест, Микки? Экзамен? Точно. Видите ли... Подождите секундочку. Я знаю, что нужно сделать. У меня есть этот вкладыш для кексов. Я возьму этот магнит и приложу его к дну вот так. А теперь я просто залью все это горячим клеем. О, вы только посмотрите. Это выглядит как карамель. Вот только на вкус это лучше не пробовать. Вот так. Заполнили клеем до самого верха. А теперь добавим несколько милых посыпок. Та-да! Клей высох и мой проект завершен. Прошу прощения, но я кое-что для вас приготовила. Хм, Микки, ты знаешь правила. Взгляните на это. В класс нельзя приносить еду. О, на самом деле это вовсе не еда. Давайте я вам все покажу. Та-да! Видите? На самом деле это магниты. О, вот оно что. Это очень мило. Отличная работа, Микки. Я впечатлен. Кстати, пришло время поставить тебе оценку за экзамен. Каждый, кто делает такие интересные магниты, заслуживает пять с плюсом. Прекрасно. А теперь, пожалуйста, займи свое место. Так, надо взглянуть на один из них поближе. А что, если откусить от него совсем немножко? Это шутка. Пора вздремнуть. Не могу уснуть с этой штукой. Упс, я такая неловкая. Интересно, что еще там есть? О, ничего себе. Я и забыла про все это. А это что? Барби, я так давно тебя не видела. И давно тебя не обнимала. Ах, как здорово. Барби? Я такая уродина. Наверное, это мне снится. Надеюсь на это. Это было так реально? Но жутковатая Барби в чем-то права. Я тебя приведу в порядок. Не бойся. Займемся преображением. С тобой надо немного поработать. Начнем с твоего наряда. Ты ведь любишь красный, не так ли? Просто двигаем ручку туда-сюда. Думаю, такая ширина в самый раз. Супер мило. Уже гораздо лучше, правда? И тебе даже не пришлось ходить по магазинам. Сладких снов тебе. Ах, как хорошо. Доброй ночи, подруга. Новое платье? Спасибо. Ты недостаточно красивая. Уходи. Я чувствую себя дурнушкой. Почему она со мной так жестока? Иди. О, у меня плохое предчувствие. О. Привет. А? Мне уйти? Я не совсем понимаю. Оу. Я тебя не заметила. Входи. Ладно. Эм. Мое портфолио. Пожалуйста. Очень интересно. Красивые глаза. Вполне неплохо. Особенно для такого неудачного ракурса. Но в общем и целом скучно. Не подходит. Ага, ладно. Можешь идти. Как же так? Вау, узоры для тканей. Так значит, вот что ей нравится. Тогда я смогу сделать еще круче. Начнем с вот такого узора. Стоп. Теперь сделаем новый дизайн с контрастирующим цветом. Смотрится классно, не правда ли? Но мы еще не закончили. Эти цвета очень хорошо сочетаются. И готово. Вот так. О, мисс. Я принесла новые фото. Снова ты? Вот увидите. Вам понравится? О. Я перезвоню. Вот это совсем другое дело. Именно то, что нужно нашему агентству. Мы вас нанимаем. Очень хорошо. Не могу поверить. Я модель. Какие задумки с 3D-ручкой вы хотели бы попробовать? Поделитесь этим видео с друзьями. Они тоже оценят наши крутые идеи. У нас есть масса других интересных роликов. Подпишитесь на наш канал в YouTube, чтобы быть в курсе всех новинок. Раз, два, три. Поехали. Ох, почти. Я решу вашу проблему. Покрути в колесо. Кто это был? Это было странно. О, смотри на колесо. Что? Ого. Это может быть не так просто. Стоп. Что? Так будет интереснее. Раз, два, три. Поехали. Раунд будет напряженным. О нет. Мой карандаш. Ничего. У меня есть еще. Все очень плохо. Да вы издеваетесь. А? О, не повезло. У меня нет на это времени. А, это слишком долго. А, надо поспешить. Время почти закончилось. А, вылезай оттуда. Эй, убери свой мусор от моего искусства. Хотя, это может мне пригодиться. Начну рисовать балерину. Это будет так классно. Она такая грациозная. А в качестве пачки использую стружку от карандаша. Я доволен. Эй, Эшли. Что скажешь? Ах, я потеряла столько времени. Но я все еще успею закончить рисунок. Дай мне минутку. О, осторожнее. Так, все готово. Что думаешь? Неплохо, правда? Отличная работа. Посмотри на таймер. У нас получилось. Дай пять. Неплохо сработано. Наливаем в миску немного молока. И добавляем копейки пищевых красителей. Красный, а теперь синий. И, конечно, нельзя забыть про желтый. Теперь мне нужна ватная палочка. Коснемся палочкой молока. Получилось. Оно двигается. Я могу направить его в любую сторону. Пора смешать все цвета. Кто вы? Полюбуйтесь-ка на это. Вау, какие бриллианты. Ваш выход. Думаю, у меня получится. Главное, не жалеть красный. Думай, Эшли, думай. У Дженнипер почти готова. Ладно, сделаю как смогу. Похоже на контуры платья. А теперь рисуем фигуру. Тут вся магия в деталях. А теперь добавим цвета. Эти линии оживляют рисунок. Все словно приходит в движение. Неплохо. Мой рисунок должен победить. Что ж, надо не помочь. То, что нужно любому платью. Побольше блесок. Ух ты, как красиво. А сейчас загадываем желание. Постой, у меня аллергия. Апчхи. Время вышло. Давай, Дженнифер. Разве не прелесть? Очень хорошо. А как насчет моего? Настоящее чудо. Что? Воу, оно блестит. Ты издеваешься? Да, я все сама сделала. Это тебе. Искусство всех объединяет. Окей, вы готовы немного порисовать? Для разминки нарисуем радугу. Радугу? Ничего себе разминка. Я знаю. Моя сумка наконец-то пригодится. Посмотрим. Оу. А ну? О, привет, малыш. О, нет. Хороший мальчик. Вот то, что я искала. Готовы увидеть волшебство? О, смотрите, как эти цвета превратятся в целую радугу. Выдавим несколько сгустков. Вот. Готово. Ну, почти. Неплохо. Приступим к работе. Да чего же это приятное. Всегда можно использовать то, что есть под рукой. Вот так. О, немного испачкало. Теперь отклеим весь скотч. И идеально ровная линия. Точнее, три ровные линии. Ах, чудесно. Спасибо за помощь. Впечатляет, правда? Ну да, неплохо. Приступим. Эй. Мне что, все делать самой? Так, красиво. Исчезни. Мне нужно пространство для творчества. Интересно. Ах, еще бы. Все смотрите и учитесь. Так чудесно и красочно, верно? Ты еще не знаешь, что будет дальше. Видишь, я тоже иногда работаю. И когда все закончим, получим роскошный радужный песок. Поглядите на эти яркие оттенки. Та-да. Это было реально здорово. О, я еще не закончила. Словно маленький танцующий радужный человечек. Маленький да удаленький. Итак. Они оба интересные. Поэтому вы обе победили. Ну и ладно. Он собирается давать нам следующий челлендж или нет? Ага. О, гаджет. Поняли? Гаджет? О, все ясно. Я знаю, кто тут поможет. О, вот и он. Такой милашка, да? Но сделаем некоторые изменения. Вот хорошо, теперь приступим. И начали. Да, выполняю. Мои глаза меня не обманывают? Да, он просто супер, я знаю. Берись за дело, малыш. Вот, каждому художнику нужно вдохновение. Сможешь изобразить котика? Без проблем. С этой штучкой всегда можно нарисовать идеальный круг. Вы уже поняли, кто это? Дайте ему пару минут, он все сделает. Зацените эти ровные линии. Что такое? Я не одобряю. Вряд ли роботы способны творить. Похоже, способны. Ах, кыш. Кажется, готово. И, разумеется, все безупречно. Вот. Что ж, в эту игру могут играть двое. Мне только нужны формы. Посмотрим. Соберем их вместе. И отлично. Всего лишь кусок пластика и картинка на телефоне. И вуаля, можно обводить. Очень умно, правда? Находчивость – залог успеха. Еще немного. Получается очень мило. Я так думаю. Отстой. Итак, кто победил? Без всяких сомнений, Наоми. Не может быть. Оказывается, креатив и впрямь полезен. Дурацкий робот. Тебе место на помойке, слышишь? Нет. Тебе место на помойке. Что? Ты нарисовал это для меня? Думаешь, это смешно? Техника сегодня меня подвела. Ну, что теперь? Эй, привет. О, ну да. Следующий раунд – оригами. Пью. Оригами? Ладно. Хорошо, что у меня всегда с собой бумага. Шучу. Мне принес ее мой дворецкий. Я предпочитаю бумагу, которая чего-то стоит. Но что может быть лучше золота? Пожалуйста. О, настоящее золото. Надо поторопиться. Хорошо, была не была. Здесь становится жарко. О, оно стало золотой. К чему останавливаться? Ага. О, о боже. Да, это точно сработало. Чудесно. Мисс Бетти. Спасибо. Так нечестно. Может, у меня завалялась бумага? Не золото, но сойдет. Вы готовы увидеть магию? Фу. Бумага такая мятая. Очень смешно. Но есть способ все исправить. Главное вовремя его убрать. Совсем как новая. Подумаешь. У меня есть другие заботы. Сложим осторожно пару раз и зацените результат. Теперь отогнем по краям. Пока выглядит странно, но в конце будет круто. Вы уже узнаете? Всего лишь самая красивая девушка в мире. А? Терпение, окей? Еще несколько линий здесь. И то же самое с этой стороны. Продолжаем загибать и подрисовывать. Ура, готово. Ну, как скажешь. Свет, пожалуйста. Теперь она может танцевать. Видите? Я могу двигать все ее конечности. Я не могу это переплюнуть. А впрочем... Просто загнем сверху и еще раз в обратном направлении. И продолжим до самого низа. Затем нарисуем прямую линию здесь. Дальше пусть она идет вот так. И соединяем, чтобы вышел квадрат. Вы поняли, что это такое? А вот здесь нарисуем маленького кролика. Ну, разве не прелесть? Добавим ему маленького приятеля. Очаровательно, верно? Не забудьте раскрасить. Оранжевый и синий всегда хороши. А теперь наши друзья-зберушки. С цветом они как живые. Последний этап. И опять сложим вот так. Та-да! Получилось! Так сложно выбрать. Но это балерина. Ты побеждаешь. Но как насчет моего милого творения? Когда-нибудь видели единорога вблизи? Теперь видели. Это для вдохновения. Где моя ручка? Как же нам рисовать? Надо мыслить нестандартно. Как художники. Так, займемся делом. Да, так-то лучше. Вау! Можно я одолжу? О, конечно! Мы же лучшие подруги. Держи. И что мне делать с Биллом? Его здесь даже видно не будет. Но это не моя проблема. Ах! Что же теперь делать? Надо бы ей помочь. Вот! Откуда они взялись? Не теряй времени. Теперь у меня есть все, что нужно. Кажется, я придумала. Это будет супер-секретный дизайн. Который даже нельзя увидеть. В смысле, пока нельзя. Краска не ложится на белый мелок. Чем больше я крашу, тем сильнее он проступает. Та-да! Это единорог. Но таким способом можно нарисовать что угодно. Возможностям нет предела. Девочки, закончили. Вам нравится? Почти то, что нужно. Но рисунок Эшли... Вау! Как такое возможно? Я ожидала ей белый милок. А что дальше? Не спеши. Я буду крутить колесо. Где же оно остановится? О, птичка! Очаровательно! Что ж, приступим. Да-да. Я не очень-то дружу с красками. Но попробовать стоит. Нужно представить, что ты на природе. Вот в чем секрет. Этот красный подойдет идеально. О, нет! Это катастрофа! Так только хуже! Ааа! Посмотрите на мою руку! Есть только один выход. Саботаж! Нет! Посмотри, что ты наделала! Не надо было двигать листок. Посмотрите! А в чем моя вина? Эх, ни в чем. Стоп! Этот бессмысленный акт вандализма натолкнул меня на мысль. Это может сработать. Добавлю черную краску сюда. И нарисую клюв. И ножки. Это становится похоже на птицу. Получилась миленькая птичка. Не без твоей помощи. Это жульничество! Но мне так нравится! У меня не такая красивая. Посмотрим. Но если вы настаиваете. Думаю, победитель очевиден. Да! О, здравствуй, малыш! Чувствую себя принцессой из мультика. Ааа! Можно и я потрогаю? Кыш, нельзя! Найти себе своих птичек. Думаете, вы такая особенная? Знаете, не обязательно рисовать только на бумаге. Холстом может стать даже ваше тело. Нужно лишь немного воображения и изобретательности. Черная краска и черный фон могут создать яркое произведение искусства. Пока это выглядит не очень. Но приготовьтесь удивляться. Есть идеи, что это? Начинаем следующий челлендж. О, тут куча красок и спонжики для макияжа. Какие мягкие! Хм, надо проверить макияж. О, мне не помешает немного подкраситься. Ага, мне тоже, Скай. О, смотри, колесо! Гляди, оно остановилось на спонжике. Ура! Будем работать на вот таких длинных холстах. Итак, все готово. Какие условия? Ах, ну вот. В этот раз мы обе рисуем без рук. Приступим. Ау! Моя голова! Оу! Так, надо быть осторожнее. Я взяла немного желтой краски. Теперь наносим ее на холст, стараясь сделать прямую линию. Думаю, я возьму голубой и начну рисовать с этого края холста. Теперь к желтому надо добавить немного оранжевого. Дальше берем розовый и раскрашиваем эту часть холста. Мне понадобится цвет морской волны. А это весело, правда, Лекси? Так, вернемся к работе. Зеленый мне понадобится вот здесь. Продолжаем смешивать эти два розовых оттенка. Да, у меня отлично получается эффект амбре. Ого! Какая красота и безмятежность! Ух, я тоже закончила. Это было непросто. Воу, наши работы такие разные. Ты видела мою картину? Лекси, смотри! Да-да, молодец, Скай. Я просто... Ого! Как ты вообще это сделала? Эм, спасибо. Получилось так, как я себе и представляла. Что ж, теперь я сомневаюсь в своей картине. Слушай, не расстраивайся. Мы можем ее прокачать. Возьмем ромашку. Положим ее на холст цветком вниз. Теперь легонько обмакнем спонжик в белую краску и нанесем ее по краям лепестков ромашки. Ничего себе! Сделаем еще один элемент вот здесь. Ого, Скай, ты улучшила мою картину. Теперь она мне нравится. Смотри, какие узоры оставили лепестки. Красота! Обращайся. Рада, что смогла помочь. Очередь вращать колесо. Стой! Что? Ну ладно. Только сделай все правильно. Собака! Это должно быть не так сложно. Ты что, хотела меня напугать? С этим я справлюсь. Так, собака. С чего бы начать? Хорошо, что я люблю животных. Сначала нарисую круг. Что теперь? Что же дальше? Что она там делает? Разве это собака? Придумала! Нарисую пару маленьких кружочков. Думаю, достаточно. Теперь нарисую два полукруга. Добавлю носик и глазки. И дорисую пару деталей. Еще ей нужен хвостик. Готово! Милая собачка! Как здорово! Ха! Видали? Как ты это сделала? Довольно умно. А у вас что получилось? Что ж? Помни, что искусство субъективно. Если прищуриться, то это вроде похоже на собаку. О, сурово! Посмотрим, кто победил! Вау! Вы только посмотрите! Я так счастлива! Я выиграла собаку? Мне бы так хотелось пушистика! Я бы предпочла настоящего. Я его возьму. Забирайте. У меня есть маркер и 3D-ручка. Сейчас начнем обводить колпачок. Готово! Теперь можно снять с колпачка. Нарисуем петельку вот так и заполним пространство внутри нее. Туда-сюда, туда-сюда. Вот так. Я заранее сделала кое-какие детальки. Приклею их по краям. Теперь мне нужен желтый. Вот и буква желтыми 3D-чернилами. Надену свою маленькую бейсболку, и я готова! Замах! Бей! А, что это? Эй! Ты что делаешь? О, божечки! Я его задела. Лучше я надену бейсболку на утенка. Да, это все он. Какой же скучный день. Мне нужна стрижка и укладка. О да, с радостью вам помогу. Прошу, присаживайтесь. Хорошо, спасибо. Как там на улице? Все еще жарко? Так, скажите, что бы вы хотели? Мне нужно просто подровнять текущиеся кончики. Совсем чуть-чуть. Конечно, конечно. Все будет сделано в лучшем виде. Нужно настроить кресло. Еще чуть-чуть. И еще. Вот так. Ну что ж, я готов начинать. У вас красивые волосы. Выглядят ухоженно. Кажется, здесь колтун волоса. Что там происходит? Почему вы остановились? Все в порядке. Никаких проблем. Все под контролем. О боже. Расческа сломалась пополам. У вас такое лицо. Это ничего. Живот крутит. Что же мне делать? Это была моя лучшая расческа. Ага. Конечно. 3D-ручка. Она меня спасет. У меня есть картинка с расческой. Надо ее обвести. Заполню контур любимыми розовыми чернилами. Пока все получается. Вот так. Передняя часть готова. Теперь сделаю ручку. Возьму светло-зеленый. Красивый цвет. Не часто я его использую. Раз уж я делаю новую расческу, украшу ее. После зеленого нарисую цветочки. Вот так. Почти готово. И вуаля. Новая расческа. Она уснула. Нужно побыстрее закончить. Продолжим расчесывать. О, простите. Кажется, я заснула на минутку. Так, этот уровень у меня в кармане. Вот так. Последний забег. Я справлюсь. Что он там делает? Он такой радостный. Я почти прошел подземелье. Нужно мне попробовать? Ну нет. Я сейчас играю. Ну можно. Я же сказал нет. Я играю. Ну пожалуйста. Я сказал нет. Ну и ладно. Какой ты жадина. Газировка закончилась. Супер. Послушай, я все вижу. Ничего не трогай. Я все вижу. Ничего не трогай. Какой форчон. Он ушел. Это мой шанс. Не стоило ему уходить. Он думает, что умеет играть. Я ему покажу. Да, я молодец. Он и в половину не так хорош. Так тебя. Так. А если вот так? О, нет. Нет. Я уронила его кружку. Ну вот. Нет. Она разбилась. Что мне делать? Он сразу поймет, что я играла за него. Секундочку. Идея. Ну что ж, кружка. Ты пойдешь со мной. Я использую 3D-ручку. Она решит мою проблему. Я обведу разбитый край. Так-так. Кажется, получается. Не останавливаемся. Теперь пройдем по верху и соединим края. Это как вышивать гладью или ставить заплатку. Нужно много линий. Пусть будет не идеально, не страшно. Главное проложить основные линии. Ладно, почти что все. И готово. Хух. Починила. Я старалась как могла. О, нет. Он идет. Нужно вернуться на место. Скорей. В кресло. Хух. Успела. Подозрительно. Я все вижу. Кажется, что-то здесь не так. Чувствую, что-то изменилось. Ха. Показалось. Ладно, налью газировку в кружку. Нужно пить больше жидкости, если я хочу победить. Хорошо. Неужели он заметит? Стоп. Что это с моей кружкой? Кажется, она здесь ни при чем. Вернемся к игре. Вы все прибрали, мистер Брокколи. А, что? Это был сон. Ммм, сколько сейчас времени? Надо проверить телефон. Телефон! Нет! Он так ударился. Нет, 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 нет. Разбился. Это катастрофа. Я как в страшном сне. Что случилось? Где я? Ах, да, телефон. Эй, я тут, куда я и упал. Помнишь? Привет. А, это кошмар. О, боже. Это опять был дурной сон? Фу. Стоп. Телефон. Фу. Мой телефон на месте, а не на полу. Но теперь я переживаю. Нельзя, чтобы это случилось. Я знаю, что может помочь. Вот она, моя 3D-ручка. Я закрашу чехол фиолетовыми чернилами. Хороший цвет. Нарисую зигзаг сверху и вернусь назад. Еще один зигзаг, а потом назад. Понадобится много чернил, чтобы все закрасить. Ладно, верхняя часть готова. Теперь по бокам. Убедимся, что все хорошенько прокрашено. Вот так. Я закрасил весь чехол полностью. А, он упал. Ха-ха. Все в порядке. Я не разбился. Ха-ха-ха. Боже, я так испугался. Но мой новый чехол мне помог. Ну все, можно еще поспать. Нет, никто. Это не подойдет. Точно нет. Это ужасно. Бе-е. У меня весь шкаф забит ужасной одеждой. Это катастрофа. А? Что здесь происходит? Уф. Мне совершенно нечего надеть. О чем ты говоришь? Тут столько одежды. Джейк позвал меня на свидание. А? Джейк? О боже. Что будем делать? Может, эта футболка подойдет? Что скажешь? Или, может, платье? Или это перебор? Мне кажется, не лучший образ. Стоп. У меня появилась идея. Я и забыла про этот милый кроп-топ. Но у меня нет к нему украшений. Постой. Кажется, я знаю, что делать. А? Не поняла. О, точно, папа, ты гений. Там наверняка что-то есть. Нет. Ничего. Это безнадежно. Это будет худшее свидание в жизни. Я не пойду. Хм. Ну, должно же быть хоть что-то, что можно сделать. Я не могу пойти без сережек. Не могу. Не знаю, как быть. Постой. Подушка. И 3D-ручка. Милая. Милая, я нашел решение. О, боже. Думаю, ты прав. Итак, у меня есть рисунок арбуза. Я обведу его. Начну с черных чернил. Пройдусь ими по внешнему контуру рисунка. Ну, а затем сделаю линии внутри. Ладно. Пока получается хорошо. Мы еще не закончили. Продолжаем. Теперь заполним рисунок красным цветом. До самого черного контура. Вот так. И по бокам тоже. А теперь кожура. Тут отлично подойдет зеленый. Как здорово. Надо рисовать почаще. А теперь темно-зеленый. И дорисуем семечки черным цветом. Сделаем маленькие точки на красном фоне. Да. И еще одну вот здесь. Да, готово. Выглядит так круто. Здорово. Ну, а теперь, конечно, нужно сделать еще одну такую сережку и добавить крючки. Иии, поверить не могу, какие классные. Мне очень нравятся. Нужно их надеть. Хорошо смотрятся, мило. Спасибо, папочка. Твоя идея сработала. Ну все, я пошла на свидание с Джейком. Хорошо, пусть все пройдет удачно. Так, где моя подушка для шеи? Вот она. Вот так. Эй, а это что? О, фотография. О, смотрите, ей так весело. Как мило. Что может сделать обычные вещи круче? Если им добавить красок, конечно. А с правильными красками под рукой можно создавать настоящие шедевры. Кто знает, может вы создадите следующую Мону Лизу? Или хотя бы супер-классный чехол для ноутбука. Готова примерить роль художника? Вы обе отлично потрудились. Спасибо. И в качестве награды за усердный труд вы обе получаете это. Крылья феи. И у меня тоже. Какая красота. Теперь-то мы точно полюбили искусство. Это весело. Так, бросаем. О, я проиграл. Ю-ху, моя очередь крутить. Интересно, что нам выпадет. О, сюрприз. Вау. Какой большой выбор. О, я думала, это конфетка. Что это такое? Это для рисования. А, поняла. Вот так? А, это весело. Что скажешь? Эм, что ж. Надо делать вот так. У тебя получится спираль. Нужно просто двигать ручку. Остальную работу сделают кружки. Я могу делать это весь день. Выглядит так круто. Так, попробуем взять другой цвет. Видишь, получается новый узор. Это мне больше не нужно. Вот это я понимаю. Ого. Забораживающе. Эшли. Ты в порядке? Ю-ху-ху. Эй, приди в себя. Придумал. Сейчас будет громко. А, это должно сработать. Серьезно? У меня закончились идеи. О, это перышко может пригодиться. Просыпайся. Апчхи. Что произошло? О, да. Мои красивые кружочки. Да, просто замечательные. Не сделали целый плод из цветов. Обалдеть, правда? Ага. Привет, дамы. А? Ого. Ну, привет. Мы тут о цветах говорили. Разве я не прекрасен? О, прекрати. Ну ладно, мы тебе нарисуем. Но чем? У меня нет кисточек. Венди не будет против, если я возьму одну. Верно? Какая хорошая кисть. Отлично. Теперь линия потолще. Эй, это моя кисточка, Чемнифер. Она не твоя. Нет. Смотри, что я из-за тебя сделала. Может, я могу использовать что-то еще? Да, совершенно иное. Сначала окунаем дно бутылки в краску. И теперь рисуем ей цветочки. Это весьма просто, что скажете. И еще парочку. Идеальная округлость. А потом попробуйте другие цвета. Получается очень симпатично. Видите? Неплохо. Не думаю, что могу это исправить. А у меня вот очень даже хорошо получилось. Нечестно. Но ты сделала все, что могла. Это мне? Как это мило с твоей стороны, Чемнифер. Обнимемся. Давай потом. Что дальше? Все мои принадлежности готовы. Ага. Как скажешь. Да. А? Кто это? О! Уху-ху-ху. Круто. Приступим. Я вдруг так вдохновилась. Смайлики. Это значит, можно повеселиться с формами. И нарисовать некрасивый круг. Ага. Мне не помешает дополнительная помощь. Что может быть лучше банки свежей краски? Эй. Что за дела? Тебе совсем все равно, да? Вау. Поверить не могу. Пш. Ха. Это интересно. Минуточку. Я сделаю все по-новому. Давай в шприц. Желтая краска. Отлично. Вот тут-то и начинается веселье. Заполняем. Уху-ху-ху. Вы только посмотрите. Догадаетесь, что я делаю? Смайлик забыли? Это что-то новенькое. Эй, Венди. Ау. Я думала, ты никогда не спросишь. Не думаю, что тебе меня победить. Знаю, это круто. А, и почему я до этого не додумалась? Я уложил почти всю свою еду. Нет, упала. Блин, у меня не получается. Стоп. Это там что, краски? Да, это краски и мольберт. Она их оставила. Займемся искусством. Надеюсь, ее нет поблизости. Не хочу попасться. Да, дверь закрыта. Пора рисовать. Мне нравится этот розовый цвет. Такой красивый. Я хорошо рисую. Нет, даже лучше всех. Так, вот все, что мне нужно. Что за фигня? Привет. Смотри, я рисую. Красиво? Эм, конечно, наверное. Что же мне делать? Он уже испортил холст. Да. Думаю, у меня есть решение. Итак, у нас есть холст. И идеальная буква А. Теперь краски. Возьму цвет, которым он рисовал. Добавлю синий, бирюзовый и немного желтого. Все цвета. Пора немного почистить холст губкой. Шучу, это часть искусства. С помощью этой губки я как бы промакиваю все цвета краски. Ничего, если немного заедет на скотч. А это, оказывается, довольно веселый процесс, хоть и не очень быстрый. Конечно, если хочется сделать хорошо. Фу, готово. Наконец-то весь холст покрыт краской. Вуаля, отклеиваем скотч. Снимается легко. Вау, выглядит супер. Здорово получилось. Ого, ты так хорошо рисуешь. Нарисуй мне тоже. Так, девочки, вы готовы? Эти наушники огромные. Эй, так нечестно. Я должна рисовать этим? Как его держать-то? Это просто смешно. Я готова начинать в самый раз. Устроим небольшой саботаж. А поможет в этом мыло. Попробуй теперь нарисовать. Начну с середины. Странно. Что-то не так с карандашом? Не знаю. Очень странно. Заканчиваем. Еще одну минуту. Я сказала все. Покажите, что у вас там. Окей. Покажи свою работу, Дженнифер. Неплохо. Но я видела трюк с мылом. А значит, твоя попытка не засчитана. Это все ты? Поверить не могу. Такая наглость. Ну, по крайней мере, тут чисто. Итак, наушники достаются Эшли. Да чего классно. Роскошный звук. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Привет. Это что за старик? Кажется, пришло время для творчества. Дедушке пора сменить цель. Итак, класс. Что происходит? Ах, что? Потрудитесь объясниться. Вы совсем не уважаете искусство. Но я это исправлю. Нет. Вау. Что это за место? Что у меня на голове? Смотри, какие цвета. У тебя ушки эльфа. Что? Мои уши? У тебя тоже такие. Это еще кто? Давайте запустим творческую энергию. Потому что сегодня нас ждет арт-челлендж. Я точно выиграю. Сужет. Кажется, это сюрприз. Чего? Ничего непонятно. Окей. Хм. Но тут же ничего нет. Как нам рисовать? Точно. Сейчас все будет. Итак. Вау. Не могу поверить, что получилось. Только посмотрите на этих малышей. Как здорово. Начнем с единорога. Несколько линий здесь. Получаются красивые глазки. Выглядит знакомо. Это Рок. Узнаете? О, какой красивый. Но без цвета тут не обойтись. Ладно, без кучи разных цветов. Всего несколько деталей могут оживить рисунок. Как мило. Вы только посмотрите. Я бы тоже так хотела. Надо как следует постараться. Не сработало. Сконцентрируюсь еще сильнее. О, не могу на это смотреть. Вот так. Да, получилось. Но что мне с этим делать? Нужно как-то задействовать зеркало? Чтобы такое придумать? Эй, смотрите на отражение. Как здорово. Теперь я знаю, что делать. Оказывается, если написать две двойки, может получиться кое-что интересное. Да, это лягушка. Зеленый цвет поможет вам ее узнать. Зеленый цвет поможет вам ее узнать. Отлично. Я прекрасный художник, не так ли? Закончила как раз вовремя. Какая прелесть. Мне так нравится. А мой? А знаете что? Вы обе победили. Да, я круто прохожу этот уровень. А мне тут место найдется. О, свободный стул. Пристроить здесь. О, наконец-то. Так долго сюда добиралась. Но теперь все готово. Можно начинать. Надо как следует размяться. Вот так-то лучше. Поехали. Я пройду эту игру и установлю новый рекорд скорости. Что? Хочешь закидать меня ботами? Не выйдет. Получай. Ау. Что такое? В чем дело? Ну вот. Мне не удалось поставить рекорд. А, что? Моя клавиатура. Что с ней такое? Клавиши отваливаются. Я ее совсем уделала. Только поглядите на это. Ну что ж, придется выбросить. Чтобы все исправить, нужен свежий подход. Пора добавить эпоксидной смолы. Лучше не лить слишком много, а то будут проблемы. Вот так. Формы заполнены. Теперь подождем. Время доставать заготовки. О, до чего мило. Осталось приделать их к клавиатуре вместо старых клавиш. Окей. У меня все получится с этими милыми кнопочками. Пора еще раз пройти уровень. Небольшая зарядка. Да. Давай, ты сможешь. Жми быстрее. Вот так. Постойте. О, я это сделала. Новый рекорд. Эти клавиши точно приносят удачу. Эй, классно. Отличная работа. Аплодисменты. Окей. Пора намазаться солнцезащитным кремом. Хватит пузырей. Поиграю с арбузом. Так приятно на него нажимать. Супер. Эй, минуточку. Вон там есть свободный горшок. Посажу туда свой маленький арбузик. Прекрасно. Теперь буду ждать, пока он вырастет. Да, так быстро. О, эта идея гениальная. Надо попробовать. Хорошо, арбуз. Пора вырастить из тебя арбузное дерево. Давай, ты сможешь. Эм, чем это там Саня занимается? Ну ладно. Арбузик. Ну почему ты не растешь? А? О нет. Она так расстроилась. Нужно чем-то ее развеселить. Положим кусочки полимерной глины один на другой. И сделаем вот такой шарик из глины красного цвета. Свернем все это вместе. Теперь нужен инструмент, чтобы резать глину. Надо осторожнее, а то все испортим. Итак, я сделала два сквозных надреза. Возьмем небольшой кусочек из середины. Снова берем инструмент для резки глины. И разрезаем кружок пополам. Хорошо, вот это мы уберем. Продолжаем резать совсем как пирог. Отлично. Вот это подойдет. Обработаем кусок прозрачным лаком. Неплохо, но арбузу не хватает зерен. На их роль подойдут черные бусинки. Зерна это еще не все. Наш арбуз должен радовать. Готово. Теперь у него веселая личика. Какой милашка. Сани, у меня кое-что есть для тебя. Вау, классное арбузное жрелье. И сережки. Такие милые. Мне нравится. Спасибо. На здоровье, милая. Не хочу, чтобы ты грустила. Эй, тогда я посажу вот это. Что? Сани, зачем? Не понимаю тебя. Стой, остановись. Хватит от меня бегать. Ага, попалась. Ох, теперь не убежишь. Пора тебе принять ванну. И не упрямься. Сейчас потрем тебя. Что такое? Ее здесь нет. Как я опять удалась сбежать. Ох, ничего себе. Да, обожаю этих монстров. Они классные. Ахм, что-то вытворяешь. Пошли, вот так. Нет, я не хочу мыться. Ненавижу мыло. Ты такая вредина. Ладно, пускай я вредина, но ты будешь чистая. Нет, не тронь меня. Не буду мыться. Ох, боже, с тобой с ума сойти можно. Да, уточка классно плавает. Вот это да. Мм, ей нравятся плавающие игрушки. Окей, думаю, это мне поможет. Мне нужен большой стакан. Наполним его прозрачной эпоксидной смолой. Поглядите, какие красивые пузырьки. Еще немножко. Хорошо, достаточно. А теперь добавим эпоксидной смоле цвета. Хватит нескольких капель. И перемешаем. Нужно мешать как следует, ведь смола очень густая. Вот так. Хорошо. Теперь нам нужен резиновый утенок. Давай, Утя, устроим тебе необычный душ. Нальем смолу поверх утенка, чтобы покрыть его плотным слоем. Такая вязкая. Мы вылили всю смолу. Дадим ей застыть. Да, готово. Та-да. Ну как тебе, солнышко? Вау. О, чудесно. Она увлеклась игрушкой. Это мой шанс. Даже не думала, что так классно сработает. Хм, какой прекрасный чай. А, что такое? О, мне пора собираться. Она просто оставила тут свою кружку? Неужели не видела, что я убираюсь? Что, след на столе? Нет. Может, если хорошенько потереть? Постойте. У нее еще одна кружка. И ее она тоже оставила. И снова испачкала стол. Ах, как славно. Обожаю эту кружечку. Серьезно. Она по всему дому наследила. Что? Опять? Ха-ха-ха-ха. Как Саня может пить так много чая из разных кружек? И она просто оставляет их. На любой поверхности. Ах, я из силы выбилась. Весь день убираюсь. Может, здесь осталось что-то попить? Ха? Апельсиновый ломтик? У-у-у. Поместим его на кусок пластика. И возьмем клеевой пистолет. Нарисуем горячим клеем круг вокруг ломтика. Ему не нужно быть идеальным. Вот так. Но слой клея должен быть густым. Еще немножко, чтобы сделать края повыше. И готово. Теперь добавим яркости. Возьмем золотые блестки. Не нужно сыпать много, а то будет чересчур. Пора налить эпоксидную смолу. Хорошо. Надо, чтобы смола покрыла ломтик. А кольцо из клея не даст смоле растечься по столу. Вот так. Смола застыла. Пора достать ее из формы. Так красиво. Но это еще не все. Покрасим края. Используем золотую краску. Прекрасно. Чем не стильная подставка для кружек? Ничего себе. Просто чудо. Даже лучше, чем я ожидала. Ай, постой. Всегда ставь кружки на эти подставки. Да, у меня получилось. Наша мебель в безопасности. Теперь можно и перекусить. Секундочку. Что такое? Откуда взялись все эти стаканы? Окей. Эти леггинсы подойдут. Я уже похожа на русалку. А вот с волосами что-то не то. Нужно исправить. Эй, в чем дело? Что с моей расческой? Так, я пришла домой с конкурса русалок. Я сняла хвост. Такое облегчение. Мои ноги освободились. Но от хвоста плохо пахло. Я решила его постирать. Даже русалочьи хвосты нужно иногда мыть. Заодно я решила постирать и другие вещи. Например, мои розовые джинсы. А в кармане была расческа. Я выбрала режим стирки. И ушла в другую комнату, думая, что все хорошо. О, нет! Может, что-то еще можно сделать? Есть идея. Попробуем скорее. Берем чехол для расчески и кладем туда золотую фольгу. Заливаем сверху эпоксидной смолой, будто это формочка. Не стоит лить слишком много смолы. Вот так достаточно. Теперь добавим зеленоватый оттенок. Хорошо. Дадим смоле застыть. Окей, проверим. Надеюсь, получится. Ух ты, просто супер! И как мило смотрится. Ну ладно, поглядим, справится ли она с моими волосами. О, работает не хуже прежней расчески. Теперь это мой любимый аксессуар. Ха, ты все еще надеешься меня перещеголять? Эм, я уже это сделала. Благодаря моей новой расчески. А у тебя какая-то вилка. Ахаха. Я достойна этой штучки, а не ты. Вот так, с катертью дорога. Зачем покупать новые украшения, если их можно сделать самостоятельно? Я просто обожаю розовый цвет. А если говорить о формах, то сердца лучшее, что можно придумать. Вот. Два всегда лучше, чем один. Теперь нам нужна эпоксидная смола. Не волнуйтесь, блестки еще впереди. И великолепные бусины тоже. Но разве не прелесть? Великолепно. А жерель просто уникальное, как и я. Вау. Настоящая русалка? Не могу поверить. Привет. Ау. Здравствуй, человек. Ау. Подойди поближе. Я? Но у меня нет ног, видишь? О, точно. Видишь это? Постарайся поймать его, хорошо? Вау. Это просто божественно. Спасибо. Пожалуйста. Это потрясающе. А. Мои глаза. А? Куда она делась? Что произошло? Она в воде? А. Привет, рыбка. Нет. Клэр? А? О, это ты. Я так рада. А здесь я учусь. Ау. Привет всем. Прошу, не все сразу. О, боже. Оставишь автограф? Пожалуйста. Вау. Эй. Я здесь, видишь? Подождите. Я не могу думать. Прекратите. С дороги. Подождите. У меня есть идея. Смотрите. Видите этот рисунок? Я буду использовать гнущуюся проволоку, чтобы его повторить. Вот. Выглядит отлично. После того, как форм будет две, я добавлю в чашки с эпоксидной смолой свои любимые цвета. Отлично. Палочка удобно будет заполнять формы. Вот так. А здесь будет жемчужный цвет. Слой должен быть ровным. Затем я нарисую вот такой круг. Похоже на маленькое солнышко. Восхитительно. А на этой стороне я нарисую маленький полумесяц. Теперь я покрою все глянцевым топом. Совершенство. Все высохло. Смотри. Дорогу. Дорогу. Спасибо. Конечно. Вот это да. Какая прелесть. Я знаю. Мне нравится. Эй, они парные. Эй, эй. Полегче. Это моя лучшая подруга. Эй, мы дополняем друг друга. И для моего яй. Ура. Я в полном восторге. Почти. Мы свободны. Подожди. Да. У меня есть еда. Держи. Спасибо. Идеально подходит для просмотра. Эй, посмотри на это. Ух ты. Купить сейчас. Пика-пика. Хорошо, я начинаю. Ммм. Ммм. Неплохо, правда? О, да. Так вкусно. Мне бы руки побольше. Ммм. Так вкусно. У тебя же есть ложка. Ложка? Ну, с ней неудобно. Ого. А теперь зачерпни мороженое. Правда? А как мне его в рот положить? Ах, так сложно. Почти и получилось. Ммм. Не сказала бы, что это весело. Очень хорошо. Что это? Это брелок с покемонами? Супер. Я хочу его купить. Да? Эта штука, конечно, симпатичная. О, боже. Получите свой брелок уже сегодня. Звоните прямо сейчас или пишите. У меня нет таких денег. Да, у меня тоже. Подожди, у меня есть идея. Мне нужна только эта ложка. Видите эти кусочки глины? Я скатаю их вместе. Теперь я положу глину на ложку. С помощью другой ложки я сделаю ее плоской. Прекрасно. А теперь самое интересное. Много блесток. Ультрафиолетовая лампа поможет все высушить. Готово. Теперь вынимаем. Красиво. Ух ты. Теперь у меня есть свой брелок. Прицепи его на мой рюкзак. Пожалуйста. Держи. И это абсолютно бесплатно. Я знаю. Смотри. Ты самая лучшая русалка на свете. Ау. Ау, мороженое растаяло. Теперь это похоже на суп. Но что нам попадется на этот раз? Выберите цифру. Три. Один. Три. Один. Нет. Мы не будем выбирать единицу. Предлагаю компромисс. Два. Ладно. Справедливо. Цифра два. Откройся. Вау. Милая пушистая овечка. И ваше время пошло. Ау. У меня нет на это времени. Надо начинать. Ты что, все ручки забрала? А это что такое? Ааа. Ты просто завидуешь. Ага, конечно. Вполне достоверно. Смотри и учись. Любишь фокусы. Это для маленьких детей. Приготовься удивляться. Это что, мои деньги? Это все, что у тебя есть? Маловато. Придумал. А это как сюда попало? Я не жалуюсь. Это то, что мне нужно. Положу монету на бумагу. И нарисую вот такие линии вокруг. Так, теперь уберем монету. Пора рисовать мордочку. Неплохо получается. Ха. Осталась пара финальных штрихов. И все готово. Ну все, время вышло. Показывайте свои работы. Та-дам. Признайте, вышло очаровательно. Неплохо. Эй, куда это ты? А ну вернись. Ха-ха-ха. Я победил, верно? Да, Джастин, ты победил. Ю-ху. Молодец. Что? Я их дома оставила? Как это старомодно. Ну, лучше, чем ничего. Вау, ты музей ограбила, что ли? Ну вот и все. Ох, моя особая ручка. Пара капель и новые наушники готовы. Видите? Вот это по мне. Музыка звучит просто отлично. Такой вот лайфхак. Хм, ногти я обработала. Красный всегда, кстати. И зачем ходить в салон? Ох, теперь понимаю. Я такая неуклюжая. Вот черт. Лак не стирается. Исчезни. Не получилось. Пора прибегнуть к тяжелой артиллерии. Хм, другое дело. Хм, безнадежно. Да, его уже не спасти. Это повод включить воображение. Займемся творчеством? Я сделаю чехол своими руками. С помощью клеевой ручки. Уже похоже? Хм, и со стороны тоже обработаем. Свет может быть любым. Ох, этот подходит моему наряду. Как дела, подруга? Ох, я побеждаю. Ох, надо сделать перерыв. Я так долго смотрела в экран, что спать захотела. Ох, да. Хм, интересно. Ох, что это было? Это же не кошка, да? Ох, очки Мэдисон. Она меня убьет. Ой, меняй мой огромный зад. Хотя... Ручка все исправит. Сначала обводим стекла. Вот так. Затем проходимся по краям. Продолжайте, пока не пройдетесь по всей поверхности. Узнаете? Осталось только соединить. Переходим к дужкам. И готово. Как по мне, просто шикарно. Аккуратно. Осторожно. Ох, чуть не разбудила. Как раз по размеру. Я уснула в очках? Ой-ой-ой. Ммм, странно. Фу, получилось. Вау, зацените, какая красота. Обожаю бабочек. Но останавливаться не обязательно. Для чего еще нужны пальцы? Смотрится просто невероятно. А как же я? Это колечко я сделала сама. Ммм, да. А это оригинально. Даже слишком. А это? И чего я вообще пытаюсь? Минуточку. Я поняла. Конечно. Видите сердечко? Обведите его клеевой ручкой. Я выбрала красный цвет. Теперь раскрасим. Раскрасим. Далее корона. Подойдет королеве. Ммм, какой симпатичный цветочек. Если хотите, используйте разные цвета. Раскрасим лепестки. Совершенство. Как думаете, что это? Это то, что надевается на палец. Помните наше сердечко? Наносим капельку клея и собираем кольцо. Я настоящий ювелир. Как мило. Глазам своим не верю. Четыре самодельных колечка. Ага. Где она их взяла? О, дай-ка. Они же единственные в своем роде. Можно примерить. О, потрясающе. Все остры по колечкам. Что за ночевка без драки подушками? О, мои волосы. Я ничего не вижу. О, слишком много волос, подруга. Окей, подожди. Дай мне минутку. Где-то здесь была заколка. Хм, сойдет. Не так быстро. Я первое увидела. Но мне нужнее. Отдай. О, гляди, что ты натворила. Но, возможно, так даже лучше. Переходим к плану Б. Нам нужна помощь волшебной ручке. Будет так здорово. Сначала нарисуйте волнистую линию. Затем замкните ее и раскрасьте. Сейчас станет понятнее. Белой краской нарисуйте сердечки. Красота, не так ли? И еще одно. Как же тут без стразиков. Затем скрепите концы. И закалите волосы. Больше волосы в лицо не лезут. Вау! Вау, вот это да! Продолжаем драку! У вас с одноклассницей могут быть схожие вкусы. И это проблема. Пока! Хемингуэй очень интересно пишет. Что? И откуда здесь это? Я ведь сегодня не выступаю. Стоп. У нее что, мой рюкзак? У меня идея. Напишите свое имя и обведите ручкой. Я выбрала такой забавный стиль. Возьмите любой цвет. Не забудьте про внутренние части. Как у буквы Е. Теперь добавим другой цвет. Наносите клей в разных направлениях, чтобы буквы лучше читались. Или прорисовывайте четче концы каждого штриха. Обведем и добавим цепочку. Теперь мой рюкзак никто не утащит. Меня не так зовут. Мэдисон? Чуть не перепутала. Дырка с именем нас выручила. Вау! Купидон наконец-то ответил на мои мольбы. Прическа в порядке? О, привет! Вау! Дурацкий ветер! О, прическа! Это был торнадо, что ли? Минуточку. Я знаю, что делать. Привет, моя верная подруга. Введите ручку. С ее помощью придайте клею такую форму. Продолжаем. Когда схватится, снимите. Похоже на пружинку. Добавим еще капельку клея. И скрепим концы. Та-да! Теперь волосы не помешают. На чем я остановилась? Приветик! О, привет! Лучай! Стой! Что это? Оу! Какой он хорошенький! Тут еще и мини-жирафик. Чур, этот мой. Оу! Ладно, похоже, этот малыш мой. Хе! Мой жираф куда лучше. Ладно, не двигайся. Мне надо тебя нарисовать. Пока все идет хорошо. Что ты делаешь? Изучаю жирафа. Оу, хорошая идея. Ммм, интересно, как дела у Джастина? Довольно реалистично, да? Назову его Джерри. Это вообще не похоже на жирафа. Это будет не так-то просто. Надо учесть правильный масштаб. Стойте! У меня есть идея. Положу кисть руки вот так и обиду ее. Добавлю лицо. Получился жираф. Давайте его раскрасим. Этот коричневый отлично подходит. Остальное закрашу желтым. Осторожно. Не хочу нигде ошибиться. Осталась шея. Готово. Классно я придумала. Да, что ж, и правда неплохо. Прости, Джерри. Возьми это. Спасибо. Будет следующее крутить колесо. Что ж, ладно. Я победила. Я вращаю колесо. Стойте. Разве ножницы не режут бумагу? О, кролик. Это мне нравится. Я уверена, что ножницы побеждают бумагу. Стойте. Это похоже на ушки кролика. У меня есть идея. Начнем рисовать. Это все упрощает. Туловище. И лапки. И какой кролик без морковки? Нарисую глазки и ротик. Этот розовый отлично подходит к ушкам. И ротику. Надо бы раскрасить морковку. И немного зеленого. А вот и наш кролик. Весьма неплохо. Ого, впечатляет. Надо поторопиться. Я плохо рисую под давлением. По крайней мере, у него есть морковка. Ю-ху. Я снова победила. Так, держать. Я молодец. Стоп. Что это? Связка моркови? Не страшно, что я проиграла в этом раунде. Они помогут вам лучше видеть в темноте. Работать над техникой работы с кистью. Более резкие мазки. Вот так. Ладно. Окей. Какой прекрасный вечер. Эй, смотри. Настоящие художники. Привет. Разве ты не самая милая пара на свете? Если тебе нравится вся эта слащавость. Я так люблю тебя, дорогая. Я чувствую прилив вдохновения. Хочу перенести эту любовь на бумагу. Ага. Вот так. Какие же они скучные. Я предпочитаю слушать свое сердце. Одна капля краски за другой. Так у меня смешаются все цвета. А еще рисовать эти линии очень весело. А вот и цвет. Вот так. Я уже почти закончила с точками. Теперь сожмем алюминиевую фольгу. И промокнем ей свежую краску. Это придаст рисунку текстуру. Понимаете, о чем я? Затем пройдемся кистью, чтобы сгладить края. И какой пейзаж без красивого дерева. Старайтесь сделать легкие мазки. Снова промокаем. Вот так. Разве не здорово? Но и это еще не все. Смешение цветов придаст больше легкости. Небольшая доработка не помешает. Видите, это наши влюбленные. Просто основной акцент не на них. Здорово. Добавим дождь. Ведь так еще романтичнее. Та-да. Достаточно романтично. У меня так точно. А у тебя? Эх, могло быть и лучше. Тебе нравится? Вау, это заслуживает места в музее. Правда? Тогда, кажется, я победила. Молодец, Джен. Идите сюда. Пожалуйста. Можете забрать картину. Это мой дорогой. Чао. Должна отдать мне мое мороженое. Не шоколадное. Да, пора порисовать. Я художник. Я рисую лучше всех. Это весело. О, нет. Я забрызгал ее ноутбук краской. Точно. Я просто все вытру. Стоп. Она только размазалась. О, нет. Так стало только хуже. Все стало розовым. Она на меня так разозлится. Она проснулась. Что ты делаешь? Почему ты на меня уставился? Ты какой-то странный. Очень подозрительный. Секундочку. О, мой ноутбук. Что с ним случилось? Ты покрасил его в розовый. Что? А это что такое? Трубочка? Стоп. Я могу исправить всю эту несуразицу. Итак. Вот мой бедный ноутбук. Мне нужно больше краски. Все верно. Больше краски. Не меньше. В этом и есть секрет. Белый и желтый. Немного фиолетовый. Красота. И может еще капельку охры. Отлично. Теперь берем трубочку. И начинаем дуть на эту краску. С помощью воздуха я буду передвигать краску по ноутбуку. Продолжаем. Сколько оттенков. Мне нравится. Получаются крутые узоры и текстуры. Ого. Самое настоящее произведение искусства. Красота. Напоминает волны в океане. Поверить не могу. Как здорово получилось. Ого. Смотрите на ее ноутбук. Круто. Готовы к первому раунду? И что это значит? Вам кое-что понадобится. И что теперь? Мы пропустили самую важную часть. Как у нее это получается? Теперь вы. Давайте я попробую. Это как держать баскетбольный мяч. Только этот шар намного симпатичнее. И куда его положить? Ну, конечно. Что-то пить захотелось. Ха. Как просто. Теперь твоя очередь. Ладно. А он легче, чем я думала. Вау. Вау. Ты зачем его отпустила? Он совсем неуправляемый. Вернись к мамочке. А? А? Я вся промокла. Зачем он так со мной? Бедняжка. Давай я тебе помогу. О! Мой стакан наполнился. Спасибо. Всегда пожалуйста. А теперь рисуйте. Посмотрим. Окей. Сначала нарисуем человечка. А потом добавим воды. Он словно шевелится. Смотрите, он уплыл. Невероятно. Хм. Знаю. Если мы здесь развлекаемся с водой, давайте выпустим поплавать рыбку. Давай, малыш. Ему нравится? Минуточку. Ты куда эта рыбка? Эй, вернись. Эй, там кто-нибудь есть? Время вышло, девчонки. Показывайте, что получилось. Человечек плавает с шариком. Ю-ху. Вау. Он и правда двигается. А у тебя что? Боюсь, мой рисунок уплыл совсем. Вот это да. Она оказалась немного больше, чем я рисовала. Эй, она воняет. Упси. Вы думаете, что крутые вещи можно делать с обычной ручкой? Тогда вы явно не пользовались 3D-ручкой. Да, эта штука творит настоящие чудеса. С ее помощью можно создавать что угодно. Нужно лишь немного креатива. И большой запас терпения. А вообще, это очень весело. Ну ладно, поехали. Идеально. Лиам, перекус готов. Я знаю, что ты любишь апельсины. Нет. Сперва нужно вымыть руки. Ты знаешь правила? Они чистые, видишь? Эй. Руки. Раковина. Ладно. Просто смешно. Хочешь чистые руки? Пожалуйста. Я хорошо намылил, мам. Эта штука такая скользкая. Эй. Никак не могу его поймать. Ну все. Хватит. Все чисто, окей? Как же есть хочется. Сейчас вернусь. Зайду на минутку. О нет. Лиам. Что теперь не так? Я чуть головой не ударилась. Мыло. Что оно здесь делает? У него будто ножки выросли. Ну же, лежи на месте. Минуточку. Кажется, есть идея. 3D-ручка поможет сделать так, чтобы мыло не скользило. Делаем вот такие закорючки. Они помогут удержать мыло на месте. Рисуем их прямо на мыле. Вот так. Но это еще не все. Используем ручку, чтобы раскрасить эту картинку. Мы выбрали единорога. Можно использовать любые цвета. Просто выдавливаем цветной гель вот такими движениями. И вуаля. Единорог готов. Зацените эту чудную мыльницу. Кладем в нее мыло. Умещается идеально. Хорошая работа. Я за тобой слежу. Здорово, я поспал. Хорошая музыка помогает проснуться. Привет. Эй. Обожаю эту песню. Так и хочется танцевать. Я оделся. Уху. Готов к новому дню. Вот как это делается. Обувь, пожалуйста. О, да. С удовольствием пройдусь. Так еще приятнее. Ах, какой запах. Это природа, детка. Хей, Лем. Как дела? Эва, привет. Эм, постой. Нет, Лем, не надо. Почему она машет руками? Лем, стой. Кожура. Он ничего не замечает. О, нет. Все в порядке. Ничто меня не остановит. Хотя, впрочем... Ну вот. Мои наушники. Похоже, удачного дня не выйдет. Как теперь музыку слушать? Эти штуки ни в какое сравнение не идут. Впрочем, я могу сам сделать замену. Все, что мне нужно, 3D-ручка. Заполним эту форму. Вот так. Линия за линией. А затем добавим вот это. Используем ручку, чтобы склеить их вместе. А когда клей высохнет, соберем все детали. Эту штуку вставим сюда. Готово. Вот так. Отлично держится. Лиам? Ты в порядке? Ага. Зацени вот это. Я опять могу слушать музыку. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...